Музыка Коллеги, добрый день еще раз. Продолжаем нашу работу. Времени не так много, поэтому здесь большая просьба соблюдать регламент. Значит, первым словом предоставляется нашему коллеге из Самарского университета Андрею Владимирович Юдину, доктор юридических наук, профессор. Тема «Судебное расследование в гражданском арбитражном процессе». Спасибо, Владимир Владимирович. И спасибо, Дамир Харькович, за приглашение. Традиционный симпозиум, уже мы привыкли, как потребность ощущаем его. И хотя в этом году температуру измеряют на входе, но тем не менее на формат это не повлияло. Себя чувствуем, как и в докарантинные времена. Также с удовольствием принимаем ваше приглашение. Я назвал вот так вот несколько экстравагантно свой доклад, и я объясню причину этого. Дело в том, что за последние годы, мне кажется, реальность такова, что в руках у судьи появились возможности по самостоятельному получению и созданию такой своего рода электронной доказательственной картины дела. То есть с помощью официальных реестров информации, ну таких, например, как, это просто даже не полный перечень, а государственных контрактах, картотека арбитражных дел, реестр юридических лист, реестр индивидуальных предпринимателей, реестр, то, что называется сейчас сервисом прозрачный бизнес, то есть массовых адресов, реестра утраченных паспортов, реестра полисов ОСАГО на сайте РСА, затем, ну в качестве примера, еще можно назвать сервисы ГИБДД, относительно действительности водительских прав, относительно хождения машины в угона, право управления транспортным средством, средством дома и улицы в системе Гугл и так далее, то есть появляется у суда возможность увидеть такую электронную доказательственную картину дела. При этом, в отличие от... Это порождает определенный конфликт между состязательностью, тем, что мы привыкли, что доказательства представляются только сторонами дела, и для суда существует запрет на собирание доказательств, и тем, что судья может получить самостоятельно, даже безотносительно к заявляемым ходатайствам, даже с той целью, чтобы проверить информацию, утверждаемую сторонами, или, например, стимулировать их доказательственную деятельность. И это, мне кажется, порождает совершенно иные реалии и требует разрешения этой дилеммы. Может ли суд обращаться к этим данным самостоятельно, без просьбы сторон, или же он должен дожидаться, когда стороны, ну, например, обратят его внимание на данные соответствующего реестра, потребуют обращения к ним, а до этого он должен набрать в рот воды, что называется. И здесь возникает такое противопоставление, ведь судья, сторона может и не потребовать обращения к этому реестру в силу тех или иных причин, неграмотности, незнания и так далее. И тогда получится ситуация, что в действительности, по данным этих официальных реестров, ситуация будет одной, а в состязательной картине дела, которая исходит от сторон, ситуация будет другой. И может ли судья просто отбросить эти факты и не обращать на них внимания только лишь потому, что стороны на них не ссылались. И я, вот обращаясь к разрешению этой дилеммы, полагаю, что все же следует признать за судом такое право или с целью проверки материалов дела или обстоятельств дела, или с целью, например, обнаружения новых фактов. Все-таки суд не должен быть лишен права обращения к данным этих реестров и не должен их игнорировать. Но здесь должна быть такая ситуация, что не он, так сказать, рыскает в интернете или это какой-то повальный розыск там фактов, касающихся сторон, а это должно быть ситуативно, адресно, то есть то, что требуют материалы дела. Ну, например, может судья проверить нахождение в производстве другого или этого суда дела с участием тех же сторон. И если он это установит, то это может дать ему новые факты сообщить. Он может и судебные акты эти получить и так далее. Например, проверить приестру доверенностей. И речь здесь идет не только об установлении процессуальных фактов, те, которые требуют АПК. Здесь понятно, суд может к ним обращаться. Но и в том числе, как я думаю, к фактам материально-правовой тяжбы это тоже имеет отношение. И трактовка состязательности всегда исходила из того, что для суда это работа. Всегда была трудоемкой и трудозатратной. То есть, когда бы суд собирал доказательства за стороны, это действительно было бы неправильно. Но в современных условиях это не требует трудозатрат. Достаточно просто в интернете, в официальном портале или в базе данных найти соответствующую информацию. И получается, что стороны это больше не какие-то хозяева эксклюзивной доказательственной информации. Эта информация в равной мере теперь доступна и суду. И здесь вот вспоминаются слова процессуалистов прошлого. Ну, например, вот Васьковский писал о том, что суд не может считать общеизвестными, не может оперировать фактами, которые известны ему лично. В этом случае он был бы не судом, а свидетелем по делу. Или, например, Яблочков с другой стороны писал о том, что состязательность это лишь средство. Если бы суд знал обстоятельства дела так же хорошо, как и стороны, то состязательность вообще бы не пригодилась. Суд бы мог просто принять решение на основании известных ему данных. И вот мне кажется, что новые реалии в сфере интернет-технологий, в сфере доступности информации, это лишь только неполный перечень вот тех баз данных, которых я привел. Они все-таки позволяют суду осуществлять вот такое, ну, в переносном, условном смысле судебное расследование. Это, конечно, речь идет не о какой-то специальной стадии и не о следственности, как в принципе процесса, а просто о том, что суд может, ну, расширить пределы своего познания, расширить этой границы, и нет смысла отказываться суду от такой возможности, если, конечно, это диктует и подсказывает обстоятельства дела. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович, вы вообще великолепно выступили, и кратко, и очень по существу. Да, вы подняли очень интересную тему, степень активности суда, да, как она должна быть, каким образом она может развиваться в ту либо иную степень. Ну, здесь разные, да, возможно, подходы. Я был экспертом по российскому праву в одном немецком процессе. Там, например, совершенно нормально, там было несколько, одновременно применялось сфер права, и вот, допустим, судья, заканчивая обсуждение по вопросам английского права, он сказал, я делаю сейчас такие-то предварительные выводы. Он их оглашает публично. Конечно, они могут измениться, но я пока на сегодня вот так считаю. То же самое он сделал потом вывод по российскому праву. И его никто не обвинял там в субъективизме, пристрастности или так далее. Ну, там просто очень высокая степень доверия к суду с точки зрения объективности, независимости и так далее. Коллеги, продолжаем. Слово подоставляется Сергею Федоровичу Афанасьеву, доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии. Тема выступления «Трансформация правового регулирования отношений связана с отправлением правосудия по гражданским делам в контексте цифровых технологий». Пожалуйста. Сергей Федорович здесь. Да, да. Спасибо большое, коллеги. Большое спасибо Дамире Хамильевичу, организаторам всего мероприятия, поскольку действительно здесь собираются ведущие профессионалисты Российской Федерации и здесь поднимаются не точные темы, а в общем-то масштабного такого характера, поэтому спасибо еще раз всем и очень всех приятно здесь видеть. Я немножко скорректировал свою тему. Речь пойдет об искусственном интеллекте в судебной системе и не только в судебной системе Российской Федерации. Мы здесь уже по большому счету в части первого нашего с вами мероприятия обсуждали так или иначе более широкие вопросы, а именно хотя заявлена была тема нашего мероприятия как кодификация, но тем не менее понятно, что сегодняшний процесс, сегодняшнее материальное право, оно так или иначе не замыкается в границах позитивного, позитивизма юридического. Это уже наше прошлое. Здесь говорилось и об общем праве, здесь говорились и о связи экономики и права. По большому счету, вот то, о чем говорил Владимир Владимирович, здесь мы с вами говорили и о новых технологиях Андрей Владимирович говорил, и Людмила Александровна тоже этот вопрос поднимала, поэтому в общем-то я эту направленность сейчас и продолжу. Ну, в первую очередь поддержу Андрея Владимировича Габова в том, что появляются новые различные понятия, дефиниции, которые существуют вне пределах юридического поля, и так или иначе мы должны в рамках нашей с вами специализации давать им определения для того, чтобы эффективно с ними работать. Одним из таких явлений является искусственный интеллект. Казалось, что это наша перспектива далекая, но тем не менее жизнь показала, что эта перспектива к нам в рамках промышленной революции, то есть смены третьей промышленной революции на четвертую, так или иначе заставляет двигаться в этом направлении, и что показывает опыт некоторых государств, это уже данность, которую нужно принять. Относительно самого искусственного интеллекта. Дело в том, что мы говорим все время «искусственный интеллект», «искусственный интеллект» вместе с тем здесь нужно подумать ибо второй парной категории, если есть искусственный интеллект, а дальше вторую парную категорию, говорят, человеческий интеллект, имеет в виду, прежде всего, деятельность суда, судей, как лица, физического лица, осуществляющего правоотсудия. С точки зрения права, может быть, это что-то новое, но с точки зрения технологических процессов, это не совсем новые категории. Я с удивлением для себя обнаружил, что впервые такие парные категории были введены еще братьями Райт, известными изобретателями воздухоплавательных аппаратов различных, и они там провели интересную категорию, и они ввели естественный полет и искусственный полет. За это, наверное, здесь их и наградили технически, в рамках технической специальности, потому что впервые они поняли, что полет, моделировать, скажем, птиц бессмысленно, нужно изучать аэродинамику, и тогда получится настоящий аппарат, который может держаться некоторое время в небе. То же самое с искусственным интеллектом, когда представители технической специальности поняли, что в 50-х годах, прежде всего, математики, физики, что есть такие явления, как то, естественный и искусственный интеллект, и в этом смысле нет смысла говорить о том, что искусственный интеллект должен быть неким подобием естественного, то есть человеческого интеллекта. Вот это главная граница, которая в настоящее время переходит и юридическую плоскость, коллеги. По поводу того, каким образом сейчас юридическая материя пытается интегрировать в себя эти составляющие. В настоящее время, обратите внимание, право, на мой взгляд, искусственный интеллект и человеческий интеллект пытаются рассматривать здесь в трех основных составляющих. Искусственный интеллект, прежде всего, как технологический процесс в праве, это несколько за пределами правового регулирования, это как объект правового регулирования и как субъект правовых отношений, в том числе, скажем, и в области отправления правосудия, то есть отношений, собственно, гражданско-процессуальных. И в этом плане мы наблюдаем некоторые подвижки, подвижки, связанные с тем, что искусственный интеллект в настоящее время как технологический процесс, этот интеллект регулируется некоторыми нормативными правовыми актами. Я привожу в качестве примера все, что касается Европейского Союза. Это в ближайшем, вернее, не так давно принятый в Европейском Союзе многолетний план действий в области электронного правосудия, который был реализован в 2009-2013 годах, а также стратегия принятой Европейской комиссией в 2018 году «Искусственный интеллект для Европы». Вот здесь вот европейцы попытались определить, что для них является понятием электронной правосудии, что оно включает в себя для того, чтобы эффективно реализовывать те функции, которые связаны с применением искусственного интеллекта. И здесь легко увидеть, что европейцы в понятие электронной правосудии включили две составляющие. Собственный искусственный интеллект как первая составляющая. И вторая составляющая – это информационно-коммуникационные технологии, которые могут применяться судом и всеми заинтересованными лицами. Это важно подчеркнуть по той простой причине, что в рамках тех нормативных документов и поднормативных документов, которые существуют в Европейском Союзе, они все же пошли вот на эти две составляющие для того, чтобы исключить вопросы выведения искусственного интеллекта за пределы электронного правосудия, с одной стороны, либо с другой стороны полностью усвоить электронное правосудие к применению электронного применения искусственного интеллекта. Ну и последний, одни из последних документов – это документ Европейской комиссии от сентября 2020 года, вот буквально свежий документ. Был подготовлен финальный доклад, который называется «Использование инновационных технологий в сфере правосудия», проводила его частная компания «Транс Интернешнл», и в рамках итогового годового исследования пришли к следующим выводам и рекомендациям, вернее, которые изложены в этом докладе. Все эти выводы можно разделить на четыре группы. Первая группа – это то, что искусственный интеллект правосудия должен сопровождаться некими соответствиями, то есть прозрачностью, подотчетностью и обеспечением процессуальной справедливости. Здесь не совсем ясно, правда, из доклада, что понимается про процессуальную справедливость, идет ли здесь речь о соответствии с статьей 6 Конвенции право на справедливое судебное разбирательство. В этом нужно, видимо, еще проанализировать этот вопрос. Второе – суды должны иметь возможность проверять, оспаривать, тщательно проверять обоснованность, надежность формул, которые спрогнозированы искусственным интеллектом. Это так называемый прогностический элемент, когда искусственный интеллект применяется не собственно для рассмотрения дела по существу, а для того, чтобы собрать необходимую информационную базу и спрогнозировать то, каким образом может быть вынесено судебное решение по существу. Третья составляющая – это то, что суды должны иметь дополнительные процессуальные функции в отношении контроля всех технических инноваций. И в этой связи было рекомендовано странам, членам Европейского Союза подумать над изменением процессуального законодательства в части специальных процессуальных прав, которые бы относились к цифровым, принадлежали суду, возможно, в том числе и права в рамках дискреции. И четвертый суд должен обладать правом оценки воздействия искусственного интеллекта на основные права и свободу человека. Это понятно. Все, что касается Европейской конвенции. Далее, что относится к докладу Европейской комиссии, о котором я уже говорил. Кроме того, что в этом докладе описываются некоторые, скажем, перспективные радужные моменты, тем не менее, они указывают на то, что есть и большие проблемы в применении искусственного интеллекта. Они делятся на две группы. Это, в частности, то, что, оказывается, технологический процесс не так хорошо развит, как хотелось бы. В отдельных странах он является дисбалансированным. И, кроме того, в некоторых странах запрещено следить судебным разбирательством в интернете. В этом аспекте Российской Федерации, безусловно, смотрится гораздо лучше, чем некоторые страны Европейского Союза. Здесь у нас цифровая открытость представлена в большей степени, нежели чем особенно в европейских странах, которые принадлежали раньше к соцлагерю. Далее, что касается Российской Федерации. Мы пока для себя не определили, что такое электронное правосудие, но есть попытки определения того, что есть искусственный интеллект в Российской Федерации. Это стратегия, национальная стратегия, которая утверждена указом президента, развитие искусственного интеллекта не так давно, 19-й год, на период до 30-го года. Эта стратегия действует, и здесь можно обратить внимание, что искусственный интеллект это уже правовое понятие, еще раз подчеркиваю, которое сформулировано национальной стратегией. Это понятие сводится к имитации. Вы видите, что искусственный интеллект комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции. Таким образом, здесь, во всяком случае, в указе президента отмечается, что это не полное соответствие человеческим к каких-то когнитивным способностям, а только имитация, и не больше. Видимо, на этой стадии пока мы не готовы двигаться дальше, поскольку сами не разбрались, что такое на самом деле в рамках технологического процесса до конца представляет искусственный интеллект. Далее, в этой стратегии, вот она, еще раз вернусь, определенные основные принципы использования искусственного интеллекта, видимо, эти принципы так или иначе должны быть интегрированы в процессуальную материю, поскольку, коль скоро они являются универсальными, то, видимо, мы должны и в том числе при котифицировании изменения и дополнения процессуального законодательства их тоже применять. Единственное, на что здесь следует обратить внимание, в национальной стратегии указывается сфера использования этих принципов, пока национальная стратегия ограничит их государственными муниципальными услугами. Правосудие здесь не упоминается, но я не думаю, что правосудие можно сводить к государственным услугам. Следующее. Федеральная целевая программа это то, что касается уже непосредственно судебной системы Российской Федерации. Она была принята на период 2013-2020 год, вот она должна заканчиваться, легко видно, что некоторые цели и задачи, которые были поставлены в рамках этой федеральной программы, к сожалению, не были достигнуты до конца, в частности, создание мобильного правосудия отчасти, создание электронного правосудия непонятно, что подразумевается под электронным правосудием мы не пришли к единому мнению, как с точки зрения теории, так с точки зрения практики и законодательства. В этой части это терраинкогнито. И в основном этот процесс технологически свелся к тому, что называется применение цифровых платформ, то, о чем говорил Андрей Владимирович в рамках осуществления правосудия. Это то, что относится к электронным архивам, к электронным делам, обращения в суд в электронном виде. Возвращаясь к Европейскому Союзу и вторая составляющая теперь искусственный интеллект не как технологический процесс, а как объект регулирования. То есть тот... Две минуты, Сергей Федорович. Да, спасибо. Я уложусь. Объект регулирования здесь Европейский Союз идет по пути базовых принципов, описания базовых принципов и интегрирует искусственный интеллект уже непосредственно в материю, прежде всего в материю гражданского права. Процесс здесь, к сожалению, отчасти вторичен. Мы тоже идем по этому пути. Вот вы видите изменение статьи 128-144. Здесь объект искусственный интеллект в 128-й относится к обязательственным правам, так решил законодатель. Это документы, которые в документах отмечаются, в частности, постановление распоряжения правительства, что нам следует определить понимание некоторых категорий. Вы видите, здесь есть искусственный интеллект, электронное правосудие. Здесь есть понимание того, что часть категорий мы до сих пор не раскрыли, в том числе и проблема ответственности за причинение вреда с использованием искусственного интеллекта, например, при осуществлении правосудия. Два принципа завершаю. Теперь искусственный интеллект как субъект. В настоящее время в рамках мирового сообщества выработаны два подхода, два принципа реализации искусственного интеллекта как субъекта правоотношений. Например, когда он отправляет правосудие, ни для кого не секрет в части государства искусственный интеллект теперь может отправлять правосудие. И искусственный интеллект воспринимается либо как субсидиарный и основной инструмент, то есть двойной подход поддержания процессуальной правосубъектности и так, и так. И второй принцип исключительно субсидиарный, то есть не допускается искусственный интеллект В Европе Европейская комиссия поддержала эксперимент Эстонии в 2020 году, который допускает рассмотрение мелких административных дел с помощью полностью искусственного интеллекта при условии, если человек-судья будет иметь право на пересмотр решений, принятых по таким делам. Это официальная позиция Верховного суда, которая говорит о том, что пока мы не готовы к первому принципу, мы готовы реализовать второй принцип, исключительно как субсидиарный инструмент. Это затраты, я быстро пролистну, видите, здесь динамика очень высокая, затрат денежных средств на разработку искусственного интеллекта в рамках правосудия. Основные страны, которые здесь находятся на мейнстриме, это США, Китай, страны Европейского союза, Российская Федерация, к сожалению, здесь не присутствуют. Ну и в завершение скажу следующее, что вот есть краткосрочные и среднесрочные и долгосрочные перспективы искусственного интеллекта, все они опираются на два тех принципа, которые я выше назвал. И, видимо, на мой взгляд, в Российской Федерации пока будет постепенно внедряться второй принцип искусственного интеллекта как дополнительный субсидиарный инструмент без права передачи судье каких-либо функций, я имею в виду судье искусственного интеллекта, поскольку пока не решена проблема гражданской процессуальной правосубъектности. Понятно, что судью у нас назначает президент Российской Федерации, наделяя его специальной процессуальной правосубъектностью. Искусственный интеллект не назначается президентом Российской Федерации. Отсюда очевидно, что будет реализован исключительно первый принцип применения. Спасибо. Спасибо, Сергей Федорович, большое. Вы нам обрисовали как раз картину, сделали такой хороший обзор, поскольку тенденции дереториализации правосудия, дематериализации, они развиваются. И здесь действительно мы с вами живые свидетели, участники этих процессов. И сложно сказать, здесь многое в праве зависит от того, как и каким образом будут технологический уровень позволять решать те либо иные проблемы. Но пока на сегодня, да, здесь, наверное, мы можем быть с вами солидарны, что все-таки это больше не цель, а средство, которое позволяет решать задачи правосудия, не заменяя собой, собственно, правосудие, как публичную деятельность суда. Дальше, коллеги, продолжаем. Слово предоставляется доктору юридических наук, профессору Пермского университета Ольге Анатольевне Кузнецовой. Тема, если вы не меняли ее, то комфортной юрисдикции для бизнес-ангельского инвестирования. Пожалуйста, Ольга. Большое спасибо, дорогие коллеги. Рада всех очень видеть. Знаете, вот я хочу продолжить музыкальную традицию Андрея Владимировича, который готовил одну песню, а спел в результате, приехал и спел другую. И я... Не слышно меня, да? С разрешением модераторов немножко скорректирую свое выступление. Дело в том, что по бизнес-ангельскому инвестированию у нас очень большой грант, около двух лет мы исследуем эти вопросы. И на очень многих площадках я уже выступала, много публикаций в свободном доступе. Но сейчас бы мне хотелось о другой теме рассказать, оказание юридических услуг про БОНа. Если можно, вот слайды, у меня есть небольшие слайды по этому поводу. Ну, как связаны юридические услуги про БОНа с бизнес-ангельским инвестированием? Очень просто. Бизнес-ангелы в юридических услугах про БОНа вообще не нуждаются. Ну, что это такое? Про БОНа, латинский известный термин, это ради общественного блага, оказание услуг ради общественного блага. Единственное легальное определение, которое существует на сегодняшний день, в декларации принципов про БОНа Международной ассоциации юристов 2008 года, вот на слайде оно приведено, оказание юридической помощи с тем же уровнем качества, который предоставляется коммерческим клиентам без вознаграждения, в связи с поддержкой малообеспеченных, уязвимых и оказавшихся на обочине жизни общественных слоев населения, а также различных организаций некоммерческих. Очень важно вот эти услуги, юридические услуги про БОНа отличать от других видов бесплатной юридической помощи, но прежде всего основные черты вот этих услуг, то есть они оказываются профессиональными юристами, то есть не студентами, например, в юридических клиниках, они безвозмездны для услуга дателя, то есть для юриста, не только для клиента, который получает эти услуги, они оказываются ли в пользу физических лиц, или в пользу некоммерческих организаций, не являются финансовой помощью какой-то, например, когда юристы там жертвуют деньги на оплату услуг адвоката в каких-то процессах, то есть это не про БОНа, то есть эти услуги оказываются именно профессиональными навыками, знаниями, ну, в процессе своей профессиональной деятельности. Чаще всего такие обязательства несут юридические компании, то есть они оплачивают труд своих сотрудников, в этом случае вот эти услуги оказываются безвозмездными для юридической компании, а сотрудники, юристы получают, в общем-то, свою обычную заработную плату, но, возможно, ситуация, когда и индивидуально юрист сам оказывает такие услуги. Вот от других видов бесплатной юридической помощи, чем отличаются юридические услуги про БОНа, от субсидируемой бесплатной юрпомощи, потому что она не бесплатная для юриста, от юридической помощи, которую оказывают юридические клиники, поскольку цель там не ради общественного блага, а все-таки образовательные цели стоят перед юридическими клиниками, прежде всего от благотворительности отличается, от работы различных общественных помощников, вот депутатов, прокуроров и тому подобной работы. В принципе, все эти формы связывают только бесплатность для клиента, несмотря на то, что иногда в про БОНа включают вообще любые формы юридической помощи бесплатной для клиента, на мой взгляд, это не совсем правильно, но и генетически это не совсем правильно, потому что юридические услуги про БОНа все-таки возникли не как субсидируемые, не как оказываемые студентами в ходе практики или работы в юридических клиниках, это услуги, которые оказывают профессиональные, квалифицированные юристы с тем же уровнем качества, которые они оказывают коммерческим, ну то есть платным клиентам. Будьте добры, пожалуйста, следующий слайд. Ну, в основе про БОНа лежит принцип социальной ответственности юриста, и впервые вот этот механизм оказания юридических услуг про БОНа появился в США, вот как видите на слайде 1969 году в правилах этики уже было указано, что каждый юрист должен найти время в служении неимущим, была установлена обязанность каждого юриста оказывать бесплатные услуги тем, кто не может заплатить. В настоящее время действуют правила этики юриста США 1983 года, и уже установлено, что такие услуги должны оказываться в объеме 50 часов в год. Это норма рекомендательная, но мало того, что большинство американских юридических компаний соблюдают это время, в практике намного больше часов про БОНа американские юридические компании оказывают в год, то есть это фактически самые минимальные объемы. Ну и в других некоторых, во-первых, в большинстве штатов США приняты аналогичные нормы, есть примеры закрепления объемов юридических услуг про БОНа в других странах, ну вот на слайде Южная Корея 30 часов в год, например. Какова ситуация в России? У нас есть меморандум о социальной ответственности российского юриста, он, ассоциация юристов, был принят в 2010 году. Три рабочих дня в год юрист должен оказывать юридические услуги про БОНа, а юридические фирмы 12 рабочих дней, 96 рабочих часов в год. Ну, нормы все рекомендательны, то есть если юрист или компания присоединяется к меморандуму, вот они должны, собственно, соблюдать вот эти вот нормы. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, зачем оказывать вообще вот эти вот юридические услуги про БОНа? Ну, прежде всего для общественного блага, то есть главная идея заключается в том, что эти услуги базируются на социальной ответственности, социальной сознательности юристов, но есть и факультативные эффекты вот от этих услуг. В частности, это привлекает новых клиентов, это полезно для репутации юридических фирм, рейтингов различных профессиональных статусов. Молодые начинающие юристы, специалисты ищут для работы юридические компании, в которых очень большой объем оказывается услуг про БОНа, потому что они там могут получить опыт и очень быстро вырасти. Ну, зачитываются часы работы про БОНа в оценку активности юриста, есть и моральные различные стимулы, в частности, награждения юристов и фирм, которые оказывают такие услуги. Публикация, официальная публикация списков компаний, которые оказывают эти услуги, но вот в США, например, вот эти списки этих компаний, юристов, которые работают про БОНа, наибольшее количество часов в год размещаются на официальных сайтах судов. Есть, кстати, да, примеры взыскания судебных расходов на оказание услуг про БОНа в Европейском суде по правам человека. Ну, вот в частности, трубников против Российской Федерации, Европейский суд взыскал 3 тысячи евро за оказание юридических услуг про БОНа, но все-таки это не сфера, когда получают, например, гонорар успеха. Это не тот случай, когда получают гонорар успеха. То есть все-таки здесь идея заключается в том, чтобы оказывать эти услуги, не ожидая, в принципе, в конечном итоге какого-либо вознаграждения. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Большую роль призваны вот в этом механизме про БОНа сыграть координационные центры про БОНа. В России первый был создан в 2007 году. Он называется Институт права общественных интересов. Вот на слайде приведен его сайт. Создан он был Американской ассоциацией юристов при поддержке Института права общественных интересов. Эта организация в 1997 году на базе Колумбийского университета была создана. Ну вот ее цель вдохновлять юристов, расширять доступ к правосудию, строить гражданское общество. Но если более прагматично смотреть, то они связывают, вот эти координационные центры призваны связывать между собой некоммерческие организации, которые нуждаются в юридической помощи бесплатной и юридические компании, которые готовы эту помощь оказать. Но если говорить о российской практике, у нас этих центров очень-очень мало. Вот на сайте вот этого, вот эта организация размещена такая информация, что в один год обработано 500 запросов некоммерческих организаций и лишь 200 из них смогли оказать юридическую помощь пробона. И перечислено всего 12 юридических фирм, которые вот в этом процессе принимают активное участие. Я подчеркиваю, это в объемах всей нашей страны, всей Российской Федерации. Тогда как, если смотреть на американский опыт, то практически каждая юридическая компания от очень мелкой до очень крупных считает просто своим долгом оказывать эти услуги. Есть советы, которые дает Институт права общественных интересов, как в юридической компании организовать вот этот механизм оказания услуг пробона. Прежде всего отвечает за пробона сама компания, а не сотрудник. Назначается партнер, который отвечает за эту практику. Для сотрудников это такой же проект, как и все остальные. То есть качество должно быть одинаковое для оказания коммерческих услуг и услуг пробона. Определяется количество часов на пробона. Ну и для чего? Для продвижения сотрудников учитывается работа пробона. Определяется кому оказываются такие услуги, критерии и сферы, где бы юридическая компания могла бы оказывать вот эти вот услуги пробона. Но еще раз подчеркиваю, что таких центров очень мало. И вообще российские юридические компании, ну без большого энтузиазма, к сожалению, занимаются этой работой и вообще откликаются на эту работу. Будьте добры, следующий слайд. Ну, конечно, стимулирование. Как стимулировать к оказанию вот этих вот услуг? И меня этот вопрос очень мучает на уровне образовательной деятельности. То есть, конечно, мы должны студентам вот привить вот эти латинские слова, и они как-то должны в своем, в профессионально будущей своей карьере стремиться к оказанию этих услуг. И вот если говорить о юридической печати, то предлагается специальный закон принять пробона. Но я думаю, что специальным законом вот эту проблему не решить. Все-таки в его основе очень мощные этические, моральные стимулы лежат. Самое большое количество услуг пробона оказывается в Соединенных Штатах Америки. Но если говорить почему, то мне кажется, вот одна из причин связана с тем, что волонтерство просто включено в учебные программы школ. То есть, маленькие дети с начальной школы, им прививается просто мысль о том, что ты должен обществу, ты должен обществу. Не общество тебе, а ты прежде всего ему должен. И когда они вырастают и становятся в том числе и юристами, то в их систему ценностей, в их мировоззрение очень легко ложится вот эта необходимость оказания таких услуг. Здесь проблем никаких нет. Но у российских студентов-юристов я, к сожалению, такого не вижу. То есть, они приходят учиться с пониманием, что это им все должны, в общем-то общество им должно, а не они ему. И очень трудно их убедить, вот в конечном итоге работать, оказывать услуги пробона. Но мне показалось интересным совместить здесь не только юридические исследования, но и исследования в области нейронауки. Ну, в частности, современные исследования в области нейронауки доказывают, что социальная активность… Да, я поняла, у меня это последний слайд, спасибо. Социальная активность и бескорыстная помощь другим оказывают большое влияние на здоровье ума, тело, нейропластичность мозга, позитивное настроение, черты характера, стрессоустойчивость, оптимизм и так далее. То есть, возможно, нужно сместить акценты, например, скажем, бабушку жалко, нужно ей оказать помощь пробона безвозмездной юридической услуги, на то, что такая помощь, в общем-то, очень полезна и нужна самим услугодателям, потому что такая помощь поддерживает высокое качество их жизни, ментальное, физическое здоровье и субъективное ощущение счастья. Вообще, в завершении скажу, что пробона базируется вообще-то не на чувстве снисходительности и жалости к другим людям, а на чувстве благодарности к миру, к обществу и к драгоценности человеческого существования. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Да, спасибо большое, Ольга Анатольевна. Вы подняли очень важную проблему, потому что, как только мы перешли от советской системы активного суда к состязательному процессу, он может быть только каким, равенство действительное можно обеспечить, не формальное, а юридическое, а фактическое только при условии адекватного представительства, поскольку суд не стал активным здесь, и эта проблема возникла сразу. Но здесь хотел обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, Эта тема и в процессе мы занимаемся очень давно, еще в 96-м году, ну вот эти товарищи приезжали к нам, выходила книга Ирина Валентина Решетникова, профессора нашей кафедры, и Прошляков Алексей Дмитриевич, профессора уголовного процесса кафедры, сейчас заведующий кафедрой, они написали книгу «Судебная адвокатура», они изучали это в США, как раз вот со всеми этими ребятами. Там как раз раскрыто это то, что называется правом общественного интереса. Но обратите внимание на другую грань права общественного интереса. У нас есть профессия, на которую не обращают внимания, но примерно на 2 миллиарда в год оказывает она бесплатную юридическую помощь, это нотариусы. Дело в том, что 16 видов нотариальных действий по налоговому кодексу, они освобождены от уплаты нотариальных тарифов. И надо иметь в виду, что требования абсолютно те же самые к этим документам, к правовой помощи, уровень ответственности, и нотариусы примерно в год освобождает на 2 миллиарда. То есть я не знаю, сколько «Газпром» тратит на благотворительность, но система нотариата, в общем, это обходится очень дорого, и государство это никак не хочет компенсировать. Ну и я бы тут не советовал идеализировать это. У меня много было профессиональных поездок личных в США, но, по крайней мере, мое личное впечатление, и с английскими адвокатами работал. Ну я не стал бы идеализировать, что там вот такие, в общем, все пробонно. Ну не совсем это так. Ну, возможно, у вас, наверное, другой какой-то опыт в этой сфере есть. Так что спасибо большое. Слово предоставляется моему коллеге по кафедре Дмитрию Борисовичу Бушенко, доктору юридических наук, профессору. Уважаемые коллеги, ну, я бы хотел внимание обратить на то, как звучит вообще название нашей конференции «Современная кодификация цивилистического процессуального законодательства, двоеточие, влияние на правовую систему, юридическую науку и формирование комфортной юрисдикции». То есть, ну, я понимаю, от кого это идет, от Дамира Хамитовича, да, он выступает таким застрельщиком, основным застрельщиком этого научного мероприятия. Но в данном случае, на мой взгляд, он, конечно, выступил известным, не побоюсь этого слова, провокатором, потому что современная кодификация, ну, откуда он ее вообще взял, нашу современную кодификацию цивилистического процессуального законодательства? На мой взгляд, происходит какое-то обратное явление. То есть, это, видимо, был такой вброс, на который мы с вами должны как-то прореагировать. И поэтому я понял, что нужно сделать. Нужно эту тему развернуть на 180 градусов, как минимум, да. То есть, на самом деле, наука должна, видимо, ставить какие-то вопросы с тем, чтобы и решать какие-то проблемы, с тем, чтобы вот эта кодификация когда-то, не знаю, завтра, там, через сто лет, когда она произойдет, мы с вами не знаем. Вот Владимир Владимирович любит постоянно вспоминать советские времена, да, и там вот такой хороший опыт был, когда одновременно велась работа и над материальным, как и какой-то реформой материального законодательства, и процессуального законодательства. Сейчас у нас этого даже близко нет, потому что вот цивилисты, я так понимаю, как-то так, ну, здесь их, может быть, немного, но они, наверное, поддержат меня. У них идет перманентная реформа гражданского законодательства, и мы, процессуалисты, практически от этой реформы, ну, не то чтобы отделены, мы даже плохо представляем, что там происходит. Вот пока был COVID, не побоюсь этого слова, я эти несколько месяцев занимался тем, что, ну, прослушал достаточно большое количество видео, как это молодежь сейчас говорит, контента, да, который связан с цивилистикой, а не так далеко ушли цивилисты. Мы, на самом деле, просто плохо представляем, какие-нибудь проблемы обсуждают. И поэтому я что хотел бы вот в своем очень кратком этом выступлении о чем сказать? То есть есть, на мой взгляд, целый ряд материально-правовых институтов, которые требуют какого-то внутреннего согласования с процессуальными институтами. И то, что мы, ну, на уровне закона, верховный суд не делает, да, законодательный не делает, все равно это по факту происходит. Вот сидят, я так понимаю, судьи среди нас, и если мы начнем их спрашивать, ну, условно говоря, там, об институте процессуального правоприемства, что нам судьи скажут, да вот то, что там у вас написано в АПК, в ГПК по поводу оснований процессуального правоприемства при цессии, от этого мы уже давно отошли. Читайте пленум по цессии, скажут судьи. – Конституционный суд даже читаете. – Уже Конституционный суд даже читаете, да? То есть не только постановление пленума высшего арбитрарного сада по цессии, но еще и Конституционный суд читаете. А ведь они просто совершенно незаметно, что сделали. они просто поменяли основании профессионального правоприемства то есть если сейчас мы открываем кодекс и видим что там основанием является в чистом виде факт материального права то попало ну а теперь оказывается еще требуется волеизъявления у изъявления того кого мы устраняем из процесса первоначального кредитора и приобретателя требование он окатся тоже должен сказать я хочу вступить в процесс а если это вдруг не заработала то тогда оказывается горит плену нужно использовать институт третьих лиц заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора ведь это революция на самом деле ведь и я когда первый раз это прочитал думаю откуда это взялось начиная выяснять у коллег откуда откуда вы это взяли ну коллеги из верховного суда конечно сейчас все от них идет они так сказать выступают основными инициаторами этих изменений выясняется оказывается это не взяли у швейцарцев швейцарцев кто из нас последний раз там был швейцарии да и общался со швейцарскими коллегами но кроме владимир владимирович если кто-то еще из нас кто периодически бывает швейцарии вот верховный суд оказывается нет у него рука на пульсе вот он нашел где-то у швейцарцев такой подход у немцев нет такого подхода у англичан нет такого подхода а мы вот взяли оказывается швейцарский подход закрепили на уровне пленума или не знает нам традиционный вообще институт который идет там со времен не знает там римского права та же самая векция да в гражданском кодексе по моему 432 статья ведь цивилисты и читают как они и читают или них кажется абсолютно все нормально то есть если в индицируется вещь у покупателя до покупатель должен привлечь к участию в деле этого самого продавца для цивилиста это абсолютно нормально как иначе может быть потому что там следует за этим материальное правовое последствия очень серьезная если не привлек тогда потом поиска об убытках получи так сказать не бублика дырку от бублика а мы проциалисты начинаем читать эту норму нам ведь непонятно нас когнитивный диссонанс как сторона в деле может привлечь к участию в деле в качестве этого лица на стороне ответчика какого-то субъекта мы же понимаем что это суд решает а если суд отказался в привлечении на кого потом тогда эти самые убытки мои возлагать вот потом когда в новом процессе сменяют за ищут да на кого на суд возлагатель потому что он отказался в привлечении но я очень сомневаюсь что наша правовая система готова к тому чтобы потом государство отвечало вот за такую деятельность суда и это явная рассогласованность между собственно говоря материальным правовым подходом и нашим процессуальным представлением о том как должны привлекаться к участию в деле третьи лица может быть здесь мы опять не доработали как говорят в консерватории что недоработано да может быть действительно нужно корректировать нормы связанные с участием третьих лиц и где-то может быть даже императивно их привлекать может быть мы как-то виноваты они цивилисты но еще один пример поскольку очень сжатый у нас формат да вот смотрите меня давно уже волнует тема связанная с зачетами зачетами в рамках и судебного производства и в рамках исполнительного производства и долгое время нас вообще даже намека не было на то что это возможно вот на стадии скажем исполнения судебного акта да ну сравнительно недавно появилась эта самая статья 88.1 законе об исполнительном производстве но что мы там видим там урегулирована самая простейшая ситуация элементарнейшая да когда есть два судебных актов ступишь к законную силу есть два исполнительных листа есть два возбужденных испытных производства и вот в этой ситуации оказывается можно произвести этот самый зачет но вроде как и сомнений это не было что это возможно но слава богу законодатель написал но цивилисты и прежде всего практики да что мне нужно сказать но это же самая простая ситуация а что то посложнее вообще можно вы даже эту норму сама посмотрите как она сформулирована это 88.1 скажем там написано что зачет возможен по инициативе судебного пристава исполнителя да кто он такой чтобы зачеты производить то есть если я сторона не хочу этого не жила если мой контрагент не желает я 410 гк открывают да нет там нужно одностороннее воли заявления а тут получается приходит какой-то дядя да с публичными полномочиями пристав государственный посредник оказывается вот как мне его нужно называть да и за меня меня ну не то чтобы женил да но прекратил мое право требования а я может быть не хочу его прекращения может быть я хочу бодаться дальше там в касации в 1 2 касаться отстаивать вот то проигранное дело а свое там где я выиграл оставить а мне горит нет нет все завершаем зачет произошел как это как так тебя не спрашивают или еще момент вот вообще посмотрите как норма сформулирована написано по заявлению стороны зачет возможен по заявлению стороны я так понимаю адресованы заявление адресовано должно быть приставу а почему приставу заявление адресовано не контрагенту еще получается 430 уже не работает как традиционный гражданско-правой зачет то есть моё воле заявление адресуется оказывается уже публичному органу не контрагенту я адресовал приставу контрагент об этом не знает будет зачет не будет зачет чертова знает и вот мы находимся в неопределенности. Я, по крайней мере, знаю, что я направил уведомление этому самому присталу, а мой контрагент об этом не знает даже. Вот для него это будет неожиданность такая приятная, да? Или, например, оговорка, когда зачет недопустим, 88.1, просто кроме случаев предусмотренных законов написано. А соглашением может быть запрещен зачет? Ну, цивилисты, те, которые остались, скажут, ну, конечно, может быть. Конечно, может быть, а как иначе? А как пристал это должен установить? При помощи какого инструментария, что соглашением зачет недопустим? Ведь он оперирует чем? Исполнительным листом, в который перенесена результивная часть судебного акта. И что должен пристал сделать? Какую исследовательскую деятельность произвести? Да он не способен в принципе эту деятельность произвести, чтобы установить на самом ли деле есть этот договорный запрет на зачет. Или, скажем, очередность, то есть, я не знаю, у меня там неустойка и основной долг. Что он будет вперед погашать? Ну, логика какая-то же должна быть. Есть очередность, установленная законом, есть очередность, которая может быть предусмотрена договором. Или он монетку будет подбрасывать. Я все-таки ваш весь долг погашу, неустойка останется. Или наоборот. Орел. Основной долг – орешка, скажем, неустойка. Но это же неправильные подходы. Здесь какая-то должна быть тоже синхронизация с процессуальными инструментами. Ну, и вот эта самая простая ситуация, которая оказалась регулирована, она же ставит дальше вопросы. А дальше вопросы какие? А зачет в каких-то более сложных ситуациях возможен? И опять, вдруг, ни с того, ни с сего мы открываем. Вот в 2020 году у нас был пленум по прекращению обязательств. Подтверждают, был на самом деле. И в этом пленуме архиинтересные какие-то вещи появились. То есть, Верховный суд говорит, на самом деле зачет возможен даже и тогда, когда не возбуждено исполнительное производство, а хотя бы есть вступивший в законную силу судебный акт. То есть, по логике Верховного суда, вступивший в законную силу акт, который подтвердил существование этого обязательства, делает его зачетоспособным. Так ли это на самом деле? Ну, я обращаюсь опять к цивилистам, они меня должны поправить. Да, конечно, не так. Потому что зачетоспособность и осуществимость – это не всегда понятия, совпадающие с исполнимостью судебного акта. Не знаю, предоставлена срочка либо рассрочка в исполнении судебного акта. Он зачетоспособен, вряд ли, но если законодатель прямо говорит и суд установил, что есть основания для отсрочки и рассрочки, значит, вот через год приходи, там взыскивай, соответственно, через год производи этот самый зачет. Или там взыскатель отказался от взыскания. То есть, у него есть вступивший законную силу акт, но исполнительный лист отозван. Обязательство превратилось в натуральное. Как я могу натуральное обязательство, если прямой запрет есть в Гражданском кодексе, для активного обязательства прекращать его, да? Невозможно это. Невозможно. То есть, Верховный суд вроде бы дал такую рекомендацию, а насколько глубоко он просчитал эти варианты, я что-то как-то не уверен. Ну и самое интересное, что там есть в этом взъяснении, над чем бы я уже предложил бы всем остальным подумать. То есть, там ведь засложена какая-то совершенно интересная конструкция, которая предлагает производить этот самый зачет при написанном молчании, то есть при пассивном поведении контрагента. То есть, предполагается, что не просто одностороннего волеизъявления достаточно. И тебе две минуты. Нет, одна же минута. Я на этом заканчиваю. То есть, на самом деле, Верховный суд сказал, что если судебный акт прошел проверку, то оказывается, теперь одностороннего волеизъявления недостаточно, но необходимо еще и пассивное поведение контрагента, как некий такой акцепт получается этого зачета. Это что, правильно или неправильно? Ну, я предлагаю как минимум поразмышлять над этим, потому что в ГК-то я этого не нахожу. В 410-е там осталось также одностороннее волеизъявление. Коллеги, это буквально несколько проблем я высказал, но на мой взгляд, конечно, требуется какой-то такой системный, не знаю, ну, обзор что-ли сделать до того, что произошло в цивилистике, с тем, чтобы как-то все-таки начать эту работу по синхронизации с тем, что есть у нас в процессуальном законодательстве и вот в этой самой будущей кодификации, которую Дамир Хамитович так провокационно объявил как тему нашего с вами собрания. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо большое, Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович, как уважаемые коллеги, показал детально связи на отдельных примерах необходимость обеспечения корреляции материального и процессуального права. Но одновременно такое принятие было не только в советский период. Ну, тот, кто давно работает, как говорится, помнит историю основы гражданского судопроизводства и законодательства, они же принимались одновременно в 1962 году. ГПК и ГПК РССР одновременно были приняты в один день. И, допустим, Великий Наполеон, он в 1804 году был принят гражданский кодекс Франции, а спустя два года был принят код де процедурсивиль, кодекс гражданского судопроизводства. То есть синхронизация, ну, там, где думают об этом, она, в общем, осуществляется. У нас, да, к сожалению, с 90-х годов разрыв идет полностью совершенно в развитии материального и процессуального права. Спасибо. Теперь слово предоставляется нашей коллеге из Омского государственного университета, доктору юридических наук, профессору, заведующей кафедрой гражданского процесса, Лидии Александровны Тереховой. У вас та же тема, Лидия Александровна? Спасибо, Владимир. Да, я отталкивалась от темы нашей конференции, и я несколько своих соображений хотела высказать по поводу кодификации порядка рассмотрения дел из административных и иных публичных правоотношений, вот то, как это в действующих процессуальных кодексах выглядит. Но прежде чем я начну, я бы хотела оттолкнуться от классического определения, которое в своем известном труде «Проблемы теории права» дает Сергей Сергеевич Алексеев. Вот по его определению кодификация, это близко к его тексту, такой вид правотворчества, при котором обеспечивается единое упорядоченное нормативное регламентирование данного вида общественных отношений путем издания единого юридически и логически цельного внутренне согласованного нормативного акта. Кодификация – это наиболее высокий вид правотворчества, здесь характерен наиболее высокий уровень нормативных обобщений. И здесь же профессор Алексеев пишет о том, что не всякий нормативный материал готов к кодификации. Вот с этой точки зрения мне бы хотелось взглянуть на кодекс административного судопроизводства и задаться вопросом, вот может ли принятый в 2015 году кодекс рассматриваться как завершение кодификации процессуальных норм, устанавливающих порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Ну вот у меня к этому сложилось отрицательное отношение, в нескольких словах я попробую пояснить почему. Отталкиваясь от того определения, которое давал Алексеев. Ну первое, что мы видим, вернее то, что я вижу, что здесь нет вот того самого признака единства. Собственно административное судопроизводство не получает единый административный процессуальный кодекс и в настоящее время у нас продолжают действовать три кодекса. Собственно кодекс административного судопроизводства, принятый кодекс об административных правонарушениях, он тоже во многом процессуальный, если на его нормы взглянуть. И у нас остается раздел третий в арбитражном процессуальном кодексе, где в общем соединяются, что в общем мне кажется наиболее таким опасным моментом, что здесь не только собственно главы, та же 23-24 о рассмотрении отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений, но есть еще и глава 25 о рассмотрении дел об административных правонарушениях. В чем здесь я вижу опасность, но немного позже скажу. Вот то, что кодификация, когда издавали кодекс административного судопроизводства, не затронула арбитражный процессуальный кодекс, на это у административистов такая точка зрения, что этому помешало наличие системы арбитражных судов, что вот вроде бы как такие организационно-судоустройственные аспекты, они и сделали невозможным изъять из арбитражного процессуального кодекса вот эти вот положения, и он остался вот в том виде, в каком мы его знали и знаем сейчас. Вместе с тем, вот если мы посмотрим тоже к единству, к целостности, вот как к требуемым характеристикам, что вот из гражданского процессуального кодекса не только целиком изъяли все, что касалось рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, но в том числе, вот допустим, были изъяты глава 22.1 о компенсациях, дальше те дела, которые относились вообще-то к особому производству, это недобровольная госпитализация в стационар, глава 35, психиатрической помощи, стационар, вот, и подобные примеры, они, ну, тоже как бы не в пользу вот того требуемого единства и цельности, которые требуются для кодификации как особого вида правотворчества. Второй момент, значит, это как раз вот внутренняя целостная структура, внутренняя согласованность, я полагаю, что с этим в кодексе административного судопроизводства тоже есть проблемы. Ну, все с этим согласны, причем и административисты тоже, что, в общем-то, кодекс административного судопроизводства во многом дублирует гражданский процессуальный кодекс. И смотреть на него глазами такими, что это продукт, собственно, кодификации отдельных норм, наверное, было бы натяжкой, потому что здесь способ был применен другой. То есть это копия, это клонирование гражданского процессуального кодекса, ну, с какими-то вкраплениями отдельных элементов, отражающих, ну, некоторую специфику дел, где у нас присутствуют публичные субъекты. И как, опять же, отбиваются наши коллеги административисты от наших претензий, они утверждают следующее. Вот там, где особенности были уместны, они установлены. А там, где, в общем-то, теория и практика имеют устоявшееся, проверенное временем положение, зачем бы мы выдумывали новые, мы оставили то, что вот в гражданском процессуальном кодексе хорошо работало. Ну, вот так объясняется подобный подход. Ну, собственно, наверное, не лишнее было бы напомнить, что если создается новый кодекс, то здесь нужен, опять же, по Алексееву, более высокий уровень нормативных обобщений. Еще одна особенность кодекса административного судопроизводства, вот, ну, в частности, Ирина Валентиновна Решетникова тоже эту особенность отмечает законодательной техники. Это перечисление обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Ну, это можно рассматривать как зачатки новой процессуальной формы, это можно рассматривать как специфику законодательной техники, но факт остается фактом. И вот, в частности, Ирина Валентиновна приводит пример со статьей 278 кодекса административного судопроизводства, который, в общем-то, дублирует специальные нормы, нормы специального законодательства о психиатрической помощи. И вот здесь, собственно, на основании этого примера видно, что, ну, собственно, если мы посмотрим, как уже после 2015 года вносились изменения в кодекс административного судопроизводства, мы видим, что там добавляются новые составы. И там в нормах, посвященных этим отдельным категориям дел, прописывается, какие, собственно, нужно привлекать доказательства, что составляет предмет доказывания, есть перечни. И получается, что каждый раз, вводя такой состав, увеличивается объем кодекса административного судопроизводства. И вторая опасность, которая возникает, если будет меняться вот это специальное материальное законодательство, то у нас, получается, нужно каждый раз будет менять и кодекс под это дело. Ну и вот, конечно, не лишний напомнить, что, в общем-то, нормы о содержании предмета доказывания, о презумпциях, влияющих на распределение обязанностей по доказыванию, они находятся в отраслях материального права. Я не знаю, как к этому относятся судьи, но мне кажется, что немножечко как-то оскорбительно, когда все-таки в кодексах прописывается, что должен судья собрать для конкретного гражданского дела. Ну, наверное, все-таки предмет доказывания судья без этих подсказок определит. В крайнем случае есть постановление пленума, где сложные случаи разъясняются. И, в общем, согласимся, что у нас многие дела обладают спецификой, те же корпоративные споры, семейные дела. Но если каждый раз мы будем писать процессуальный кодекс под эту специфику, то, ну, наверное, это вот то самое, что называют чрезмерностью правового регулирования. И вот сегодня уже не раз эта фраза звучала «умножение сущности без необходимости». Наверное, это вот этот случай. Третий момент, который хотелось бы отметить. Вот здесь очень интересно. Мы как-то идем параллельными путями. Вот здесь мы сегодня встретились цивилисты и процессуалисты. Уже интересно. Но мы никогда не встречаемся на одних конференциях с представителями науки «Административное право» и «Административный процесс». Вот. Но поскольку вот, готовясь к этой работе и к тем статьям, которые я опубликовала раньше, я поинтересовалась их работами, то, что пишут они в частности на страницах своего журнала «Административное правооадминистративный процесс». Ну, знаете, я была немножко шокирована, если честно, потому что вот это вот образование Кодекса административного судопроизводства они абсолютно определенно считают своим. Вот. И как раз вот по поводу процессуальной формы, что они пишут. Они сознаются, да, что процессуальной формы специальной какой-то здесь не было, что, в общем-то, стартовал без подобной основы Кодекса административного судопроизводства, эту форму нужно создать. Вот к этому они и призывают. Вот через внедрение новых норм, новых положений, которые бы показывали специфику административного судопроизводства. Но вместе с тем я не без иронии хотела бы заметить, что все-таки, если даже провести небольшой сравнительный анализ, что и как, вот какие изменения вносятся в процессуальные кодексы последнее время, то мы легко это установим, что Кодекс административного судопроизводства, Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс, если туда вносятся изменения, они вносятся синхронно. То есть получается, что законодатель все-таки мыслит в единстве процессуальной формы, а не создает какую-то новую. Ну и последнее, но не последнее по значимости, как говорится, вот на чем еще хотелось бы остановиться. Дело в том, что, на мой взгляд, у административного судопроизводства есть еще довольно существенный правозащитный аспект. Поскольку вот в рамках, я остановлюсь на ГПК, да, вот когда эти нормы были в Гражданском процессуальном кодексе, то мы, конечно, очень ценили, что с помощью гражданской процессуальной формы можно уравнять возможности при рассмотрении дела между публичным субъектом, который изначально более сильная сторона, и гражданином, который, ну, считается стороной более слабой. И в целом, наверное, не лишнее было бы напомнить, что для достижения подобного результата общество прошло достаточно длинный путь. Я вот полистала книгу Коршенинникова, презентованную здесь, и я с большим удовольствием обнаружила, что об этом он тоже пишет, что фактически 75-го года Российская Федерация, тогда Советский Союз, конечно же, вот эту вот идею внедряла, когда в 75-м году был принят акт в Хельсинки, заключительные совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, именно поэтому Советский Союз поменял свою конституцию в 77-м году, просто очень многих прав, которые международно признаны были в сообществе, в нашей конституции не хватало. Среди них как раз было право на обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Законодательство об этом развивалось, и ГПК все это воспринял. И, в общем-то, потерять весь этот пройденный путь, я уже не говорю, сколько было постановлений Пленума на эту тему, но мне кажется, что можно получить ситуацию, когда придется возвращаться назад и повторять уже пройденное. Опасным моментом, о котором я сказала в самом начале, выступает, вот как раз на мой взгляд, такое показательное через раздел 3 арбитражного процессуального кодекса совместное существование собственно дел, возникающих из публичных правоотношений и рассмотрение дел об административных правонарушениях. То есть вот самим фактом своего существования арбитражный процессуальный кодекс как бы показывает, да, так можно. И если обратиться к тем научным исследованиям, которые проводят представители науки административного права и административного процесса, то здесь мы увидим, что, собственно, указывается на структуру кодекса административного судопроизводства, как раз на структуру тех дел, которые отнесены к данному виду производства, что здесь, собственно, необходимо добавить к этим отдельным видам дел еще и дела об административных правонарушениях, причем аргумент идет здесь какой вход. Суды у нас, собственно, исторически сложившаяся реальность такова, что суды всегда рассматривали у нас и уголовные дела, и дела об административных правонарушениях, поэтому, ну что такого, давайте соединим. И высказываются предложения считать предметом административного судопроизводства как административно-правовой спор, так и административное правонарушение, ну, причем здесь призывают развивать науку, основанную на этом предмете, и попутно замечают, что вообще-то цивилисты напрасно цепляются за административное судопроизводство, это теперь не их предмет. То есть вот эти предложения, к сожалению, достаточно нередки, скажем так. С одной стороны, можно коллег-административистов понять, ну, не каждый день такой подарок получаешь. Можно вспомнить, как мы приветствовали законодательство новое об исполнительном производстве, сколько, в общем-то, это породило направлений и научной мысли, и практической реализации. Конечно, можно административистов в этом плане понять, не каждый день тебе дарят возможность реализовать различные идеи по поводу административной юстиции. Две минуты, Лилиса. Ну, собственно, подход, который вот предпринят, мне кажется, достаточно опасным, поскольку вот для граждан, для участников такого административного в широком смысле слова спора, это снижение тех гарантий, которые раньше гражданская процессуальная форма у нас предоставляла. И вот мне очень нравится на этот счет выражение Татьяны Владимировны Сахновой, она говорит о понижении статуса вот этих вот дел, с чем, ну, я думаю, что, конечно, нужно согласиться. Ну, и последнее, о чем хочу сказать, ну, это такой казус, который меня, если честно, забавляет. Кодекс административного судопроизводства был подписан 8 марта. Ну, вообще-то, как-то, насколько я знаю, документы, подписанные в выходные и праздничные дни, обычно приходится переделывать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лили Александровна. Ну, тут, да, вы обратили внимание, да, на многие нестыковки. Ну, я, может быть, силу возраста так уже считаю, что законы же пишут люди, будем к ним исходительны. У них свои есть интересы, они отражают, в общем, какой-то у них есть на этом смысле заказ, поэтому, ну, в общем, они делают то, что хотят в этом смысле. Ну, и потом второй момент, наверное, чем сложнее право, вот, ну, я по камере так считаю, тем лучше для юристов, потому что простое, упрощенное право, оно будет лишать нас работы. Чем сложнее правовая система, тем лучше для нас, потому что мы становимся жрецами, священнодействуем. Вот, мало кто тогда понимает вообще, идем, и что это речь. Поэтому тогда без наших услуг не обойтись. Спасибо. Слово предоставляется нашему коллегу из Санкт-Петербурга, доктору юридических наук, профессору Асхату Назаргалиевичу Кузбагарову, Российский государственный университет правосудия, северо-западный филиал. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги, кого не видел, лично не поздоровался. Я, наверное, продолжу вот то, что начала Лидия Александровна. Может быть, будет скучновато, но я сижу и думаю, чем интересен сегодня наш вот такой симпозиум? Наверное, тем, что мы не спим и не от того, что не покушали, а от того, что в действительности живая и хорошая беседа идет. Спасибо за эту содержательную коллегам всем беседу. И к вопросу о том, что сейчас последнюю, не знаю, как сказать, реплику Владимир Владимирович сказал в отношении того, что это пища. У меня есть товарищ адвокат. Ну и когда мы обсуждаем сложные вопросы, у нас такой маленький консилиум собирается по сложным вопросам, ну а если он совершенно легкий, потому что другая сторона не совсем адекватна, у нас есть такой термин «наши юристы». Ну, я веду в практические праве применения «наши юристы». С ними в действительности легче, когда приходишь, когда он не может отключить консенсуально от реальной сделки и заявляет в действительности. Это очень просто легко судиться и легко объяснить все последующие какие-то выгодные для себя проявления. Уважаемые коллеги, я так замахнулся на большую, может быть, тему системности и сбалансированность, но когда Дамир Хаминович позвонил, сказал, что нужно выступить, я всегда с честью считаю, что нужно в действительности подготовиться. Насколько смог подготовиться, я обозначу эту проблему, может быть, в каких-то деталях, но попробую убедить вас в том, что эти детали, как говорится, там, где тонко, там и рвется. Вот название конференции звучит таком в подтексте, начинается влияние на правовую систему. Вообще у нас в сегодняшней российской правовой действительности, правовой системе, я их называю так, наши картинки системы системности права, даже мы летели сюда, когда по приглашению на конференцию, все чинно, я имею в виду с позиции того, что Роспотребнадзор создал правила, чтобы все соблюдали дистанцию, полтора метра, в действительности стороннейшая, но когда приходишь в отстойник, ну, старое название в аэропорту, расстояние сужается, но когда сели в самолет, то расстояние сужилось из-за того, что я думаю, а зачем вообще все эти потуги были полутораметров, потому что с пассажиром сидишь, вот, 50 сантиметров. Но есть более серьезные вещи, вот сегодня у нас коллеги говорили о блокчейнах, да, в действительности 34-м законом в прошлом году, в 2019 году были введены поправки, дополнения вернее, 128-ю статью Гражданского кодекса, цифровые права введены, ну, вроде бы это мы должны теперь привыкать к тому, что гражданский оборот насытился этими электронными деньгами в виде этих непонятных пока, ну, по крайней мере, профессор Новоселова нам разъяснила, вроде понятно, как и что это теперь делать, но я не могу вам не привести, опять же, пример с позиции системы права. В июле этого года Петрограсский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшего в уголовном деле, уголовное судопроизводство велось, которым он заявил, что у него украли 99,7 этих блокчейнов. В эквиваленте на июль этого года это было чуть больше миллиона рублей. Ну и каково было удивление, что, или наоборот не удивление, когда судья сказал, извините, а они не являются материальными ценностями. И вот вам два кита. Я помню, когда я учился на юриста курсантам, говорили три кита. Ну вот два кита крупных, материальное гражданское и уголовное право. Материальное гражданское право считает, что это материальные блага, 128-й статьи, а уголовный закон их не считает. То есть, пожалуйста, можно их красть. У меня возникает дальше вопрос. Хотел задать вопрос Лидии Александровны Новоселовой. Ну я его, наверное, только просто озвучу. Но у нас же есть еще и уголовная статья за нарушение авторских прав и исключительных прав или средств индивидуализации. И тогда возникает вопрос, а можно, получается, и красть эти, потому что это таковых не существует. Уголовный закон их, по крайней мере, правоприменительная практика их не считает таковыми. Я заглянул, насколько глубоко эта проблема возникает ранее. Но она взяла, я, по крайней мере, посмотрел, увидел, начиная с 2017 года и до сегодняшнего дня противоречивость этой практики, она имеет место быть. Ну а все-таки к вопросу о предмете конкретно гражданского судопроизводства, системности и его сбалансированности, я набрал несколько таких составляющих, которые, считаю, являются более важными. Центральным главным вопросом является, что является системообразующим фактором гражданского судопроизводства. Не буду оригинален, многие об этом писали и соглашаемся, что это цель, цель гражданского судопроизводства. Цель у нас обозначена в ГПК, в статье 2, защита прав и так далее. Но если, кстати, сопоставить эту категорию с другими процессуальными законами, вы знаете, Гражданско-процессуальный кодекс остался сиротою, потому что больше никто целью не оперирует. Ни даже КАС, ни КОАП, ни УПК, никто целью не оперирует. Все смешалось, цель, задачи, все воедино. Тогда возникает вопрос, а есть ли вообще цель у гражданского судопроизводства? Но ее не может не быть в априори. Тогда возникает вопрос, а что это такое? Ну, в моем понимании, это постановление судом законного и обоснованного решения. Вот что должно быть целью. Обычное философское понимание, что такое цель, это конечный результат, к которому мы стремимся. Что должно быть конечным результатом производства суда? Конечно, постановление судебного акта с качеством его законности и обоснованности. Но я считаю, что здесь можно и покритиковать, наверное, уже из этого, а насколько наш ГПК в статье 2 отражает эту цель, судебная защита. Ну, я в 6-м году, когда я выходил на защиту, одно из положений было с позицией критики к законодательству, потому что никакой защиты нет у нас. У нас суды не защищают, они разрешают дела. Дай Бог, чтобы разрешали правильно и своевременно. Ну, а качество того положительных эффектов, что у нас своевременность присутствует, если к нам обращаются европейские правопорядки за примером, ну, это хорошо, что в действительности за год можно получить судебный акт, который от и до и все точки расставит. Конечно, есть другие факторы, которые не менее важны, ну, например, вопрос о задачах. Я вообще считаю, что вообще задачи гражданского судопроизводства достаточно удачно выстроены и отражают суть и саму эффективность достижения цели по постановлению законно обоснованного решения. В юридической литературе очень много, когда говорят о системности, обычно оперируют системностью принципов гражданского судопроизводства. Ну, в самом деле, это очень важный институт, но в моем понимании у нас есть проблема и в том, что сами принципы, если соотносить их, они начинают противоречить друг другу, то нету объяснения. А что далее? Ну, например, принцип состязательности и руководство судебным процессом. Вот коллеги говорили об активности суда. Спасибо, очень важный вопрос. А где она? И с какой точки она начинается? То есть, понимаете, проблема соотношения и отсутствие определенности в соотношениях принципов порождает массу деталей, а ответа на эти вопросы нет. Стадийность. Ну, важное, конечно, качество, что системность образуется стадийностью. Ну, возникает другой вопрос, к примеру, мне, например, я вот сам, когда бываю на процессах и вижу, что суды не всегда прибегают к решению задач, вот те, которые стоят на стадии подготовки дела. Я, причем, в своих, как бы, обращениях в проверочные инстанции всегда указываю о том, что суд не выполнил задачу, указанную в 148-й статье, такую-то, такую-то, там неправильно определил субъектный состав или закон неправильно применил. Не говоря уже о тех ситуациях, когда сами суды, принимая, к примеру, заявление об изменении предмета иска, не разрешают вопрос о том, что задача-то нужно подготовку заново проводить. Но это вопрос, знаете, упрек, может быть, к правоприменителю, но, мне кажется, здесь хромает сам законодатель. Ну, почему бы это прямо не прописать? Если вы, коллеги, скажете о том, что зачем все это прописывать, потому что у нас суд высокий и все об этом знает, вы знаете, у нас сегодня есть Ютуб, в котором отражаются, как судьи себя ведут. И хвалят свои руки и ноги и другие органы, и пьют за это. И возникает вопрос о качестве этого всего. Очень важный институт, конечно, доказывания, на нем очень подробно и долго можно останавливаться. Но вот возникает вопрос, и упоминали сегодня о предмете доказывания. Не вижу Сердитову, Екатерину где-то была, Николаевну. Ну, вот она на одной из симпозиумов у нас выступала активно и очень призывала, я считаю это правильно. Но почему бы нам ГПК, ну, не нам, вернее, а законодателю ГПК, не отразить о том, что суд обязан сформировать предмет доказывания. Это публичная задача. Но у нас ГПК написано о том, что стороны определяют, ну, извините, это лукавство, мне кажется. Все равно его определяет суд. Это его публичная задача. И пока он это не сделает, в реальности, как такового, законного публичного процесса у нас не будет. Ну, вопрос о сбалансированности. Последний тезис у меня, системность сбалансированности. Конечно, масса и других вопросов. О представительстве. На проверочной инстанции, вот у меня вчера судебное заседание было в горсуде, где спрашивают диплом юриста, ну, или подтверждение высшего образования. Так я на первых стадиях участвовал. Там, где реализуются в полном объеме все принципы права и обязанностей, диплом не нужен с высшим образованием. А в апелляционную инстанцию приходишь, диплом покажи. Кому это надо? Зачем законодатель это сделал? Вопросы возникают. К вопросу о сбалансированности. Это одна из важных составляющих. Вот сегодня мы упомянули хорошую работу Оскара Бюлова. Все профессионалисты прекрасно знают, что, когда мы изучали процесс, и строим его, и суды отправляют, что в этих правоотношениях две стороны, по сути, суд и другие участники процесса. Уважаемые коллеги, а если соотнести о том, что учение о правоотношениях пронизано взаимностью прав и обязанностей? Вот у нас 35-я статья Гражданского профессионального кодекса. Четко прописывает права лиц, участвующих в деле. А какие обязанности у суда? Вот какие обязанности у суда? Получаются все те, которые лежат за рамками или корреспондирующие правами. Это так, это верно. Но если брать в варианте того, что у нас процесс направлен на обычного гражданина, в первой инстанции, которому не нужен юрист, то возникает вопрос, а какие обязанности у суда? Мой коллега и по жизни друг. Сегодня идет конференция у нас в филиале, я ее вынужден похвалить. Она называется «Правой статус судьи и прокурора-адвоката». Мы, как обычно, естественно, вырабатываем какие-то темы. Вот мы сидели с ним, чай пили вечером, в бане паримся. Он говорит, слушай, я вот думал о какой-то теме, а ведь нету обязанностей судей в законе. Нигде нету вообще. Какие у него обязанности? Есть 12-я прим статья в законе о статусе судей, которая прописывает, что его можно там за дисциплинарные проступки от замечания до прекращения полномочий. Но в самом деле, в действительности, если, конечно, сказать о том, что вы знаете, зачем прописывать обязанности про власть, но это не отвечает вообще устоям демократии и правового государства. И идеи Оскара Бюлова. Уж если говорить о правах и обязанностях, то они должны быть, конечно же, взаимные, они должны быть прописаны. Поэтому, конечно, проблем очень много с системностью, сбалансированностью, но какое-то обобщение к тому, чтобы их, по крайней мере, взять на вооружение и нашему законодателю показывать, чтобы это было от того, что мы сейчас поговорим, это хорошо, потом чаю попьем. Поплаваем, если нам запустят. Ну вот я призываю, у нас сегодня был представитель ассоциации юристов, я считаю, что он должен это все аккумулировать, протоколировать и потом где-то внедрять, чтобы был результат. Спасибо. Спасибо большое, Схат Назаргалюч. Вопрос, позволите? Да, пожалуйста. Вот, на мой взгляд, во многом все выступление сводилось к тому, что детально детализировать все шаги и действия суда, либо полное, ну, не полное, либо в значительной степени судейское усмотрение. Так вы сами-то к какой точке зрения придерживаетесь? Ведь и у той, и у другой стороны есть огромное количество и плюсов, и минусов. Я считаю так, что судейского усмотрения в гражданском процессе российского быть не может, потому что, ну, не обижайтесь, я знаю, что вы председатель областного суда, в прошлом заседании вы меня покритиковали, после моего выступления. Спасибо вам большое. Я считаю вообще, что процесс, он предполагает, что можно делать то, что разрешено судье, а не то, что он хочет или может, или думает. Вот здесь усмотрение, я считаю, оно опасно. Это мой ответ. То есть чисто континентальная система. Совершенно верно, только так. И второе, что касается, на мой взгляд, прав и обязанностей судьи, суд и судья в нашем процессе, а это практически неразделимые понятия, это вот полное единство. Сами сказали, есть статья соответствующая, 12-я, где цели и задачи судопроизводства, вынести такое-то, такое-то, такое решение. Вот это и есть задачи судей, а из нее проистекают и все обязанности суда и судей. Мы говорим с вами ведь о вот отвлеченных, о высоких материях. Если мы перейдем, в частности, к личностным качествам, к профессионализму, целям и задачам, ну тут, конечно, огромное поле для дискуссии. Ну, спасибо. Александр Викторович, я только обозначил эту проблему. Я говорю о том, что, конечно, где тонко там и рвется, детали есть. Но, к примеру, вот чтобы завершить, упрекнуть, я больше, знаете, у меня как-то, может, получилось в адрес судей. Да не судья, а судья, к сожалению, вынужден делать то, что законодатель не сотворил. Я бы даже вообще изначально назвал не системность, а отсутствие системности. У меня изначально так и называлось выступление. Думаю, ну не буду я вызывать огонь на себя. Будет Павел Владимирович Крошенинников, скажет, ты что, друг, мы тут работаем, понимаешь, комитеты, а ты тут нас критикуешь. Вот последнее изменение, даже центральный институт доказывания. Законодатель ввел часть 3 статьи 56 о том, что должны стороны раскрыть доказательства в установленные сроки. У меня вопрос к вам. Сегодня суды сроки устанавливают определением на стадии подготовки? Не устанавливают. Тогда зачем эту норму сконструировали, если она мертвая вообще, либо придайте ей ноги, чтобы она работала и ходила. И тогда в действительности процесс был бы хорошим. И в действительности сроки упорядочивают. Не раскрыл доказательства. Кстати, а последствия какие есть, не раскрыл? Тоже законодатель умолчал. Были бы такие прописанные определенность полная, но судье было бы легче, вам бы легче было, конечно. Да, у вас интересная дискуссия. Спасибо большое. Спасибо. Ну, здесь, уважаемые коллеги, нет в мире совершенства. Все познается в сравнении. Но если кодексы будут без вообще законодательства, если из него изъять все оценочные понятия, то тогда кодексы будут насчитывать вот такие тысячи статей. Это будет вообще невозможный для применения акт. Но и потом за все в этой жизни надо платить. Да, английская система такая, но вот тоже могу привести пример. Я был экспертом в конкретном деле. Спрашиваем, когда будет решение, там просто в апреле было слушание. Ну, может быть, осенью, там, наябрь. За все надо платить. Хотите получить вот такое решение на 100 листов с подробным объемом, тогда надо менять сроки, тогда судью надо убирать эти 5 дней для изготовления судебного акта. Поэтому наш судья поставлен в достаточно жесткие условия. И вот по отзывам, когда чисто прагматичным, юристов, которые работают в сфере международного процесса, они вполне благосклонно относятся к нашей системе. Но где можно, я еще раз говорю, за месяц развести людей? Только в России. Где можно за год пройти все три инстанции, от первой до касации? Тоже в России. Вы не можете, как я говорила, развести людей. Получить решение о расторжении брака. Да, переходим дальше. Да, продолжим. Слово предоставляется Оксане Владимировне Исайенковой, нашему коллеге из Саратовской государственной юридической академии, доктора юридических наук, профессора, заведующая кафедрой гражданского процесса. Пожалуйста, Оксана Владимировна. Да, большое спасибо, Владимир Владимирович. Вот тоже обращаясь к теме конференции, я увидела современную кодификацию цивилистического процессуального законодательства. Поняла, что нам всем Дамир Хамитович действительно решил про это напомнить, за что ему большая благодарность. Но вот на сегодня мы видим два пути развития событий, которые касаются реформирования гражданского процессуального законодательства. Первый – это формирование измененной системы рассмотрения разрешения спора путем внесения многочисленных поправок и изменений. И второй путь – это принятие обобщенного гражданского процессуального кодекса в процессе унификации и гражданского, и арбитражного процесса. Ну, как я понимаю, у Дамир Хамитовича, как у известного оптимиста, за что мы, в общем-то, все его и любим, пока еще осталась надежда на вот этот первый путь. Но если мы посмотрим на то, как развивается законодательство на самом деле, мы видим, что законодатель начинает выбирать второй путь. Я посмотрела чисто математически по количеству изменений, которые за последнее время были приняты в ГПК. Наверное, мы хотим догнать гражданский кодекс. Вот за два с половиной года было 13 с половиной изменений. Почему с половиной, я поясню. Причем изменения – это не конкретно изменения норм, а 13 с половиной законов об изменении. Половинка почему – это 28 ноября 2018 года. Известный 451 закон, который концептуально изменил многие институты, он у нас действует уже в редакции от 17 октября 2019 года. Сравним с тем, что было 12-15 лет назад. 2003 год после принятия кодекса. Один федеральный закон. Далее, 4-5 год, два федеральных закона по изменению, небольших. Ну, шестой год один и так далее. И вдруг, два с половиной года назад, начинается концептуальное изменение. При этом изменения начинают обсуждаться всеми нами. Ну, 383-й, 270, значком 7. Этот законопроект, который не критиковал, ну разве что самый ленивый студент, не говоря уже о том, что он был подвергнутся всеми критиками. Однако, если мы посмотрим на цель, которая изначально преследовала данный законопроект, и будучи затем принят в виде 451-го закона, цель-то была, в общем-то, благая, это обеспечение единства подходов при правлении правосудия как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. Исключение возможности отказаться в судебных защитах, установление общих правил организации судопроизводства, достижение единообразия в судебной практике. И если мы сравним вот эти цели с теми целями, которые ставил законодатель в 2014 году при объединении судов, они практически идентичны, зачитывать не буду, но там разница буквально в двух-трех словах. Но уже тогда, наверное, понимали, что ту цель нельзя достигнуть, просто убрав из системы высший арбитражный суд. Хотя именно это стало первым шагом для того, чтобы унифицировать гражданский и арбитражный процесс. И вот сейчас сразу вспоминается конференция 28 октября 2014 года, вот эта вот эйфория, что сейчас, буквально через 2-3 дня, будет 2-3 года максимум, будет принят некий кодекс, в котором всё будет здорово. Вот эти вот статьи пошли, 15-й год, первый номер журнала, арбитражный гражданский процесс, который зачитан буквально до ды, потому что в течение года он читался, читался, и вдруг начинаешь воспринимать, какого же гормона роста, если бы не хватило кодексу, что прошло 6 лет, а он остался практически в том же концептуальном варианте, как он был тогда. Но если бы мы медики, мы бы понимали, медики попросили соматотропин, не хватает гормона роста, а почему не хватает, это уже причинам могут быть различные. Вместе с тем, здесь речь идёт о целях. Вот цель, если ставить только единство в практике, это слишком узко, и, наверное, будет она не едина, не будет едина, какая, в общем-то, разница. Главное, чтобы процесс был эффективен. Вот что понимать под эффективностью? Мне очень подсказано сказать, что он напомнил цель. Это правильное и своевременное законно-обоснованное решение. Каким путем оно стекает? В правильном и своевременном рассмотрении дела. То есть задачи правосудия, которые там же обозначены, в той же самой упомянутой второй статье Гражданского процессуального кодекса. Причём законно-обоснованное решение должно быть совершенно одинаково для всех, неважно, кто субъект, граждане или организация. И вот буквально выезжая сюда на конференцию, в этот день нам пришла монография Сергея Анатольевича Курочкина «Эффективность гражданского судопроизводства». Ну, вряд ли моё понимание эффективности может быть изменено в монографии, я посмотрела по диагонали, но я поняла, что если я её прочитаю, каюсь ещё не успела, возможно, я найду там те средства, способы, которыми мы сможем эту эффективность каким-то образом повысить. Что касается единообразия, то здесь его понимание даже в отношении, что мы должны единообразить. Если мы возьмём старый кодекс 2002 года, 378-я статья ГПК нам говорила о том, что возможно отмена судебного постановления в порядке надзорного производства, если нарушено, единство судебной практики. И мы спорили о том, что понимать под единством судебной практики. В 2010 году это было изменено, в 3091 с значком 9 всё это превращено в единообразие, толкование и применение судами норм права. Немножечко ещё сложнее, но возвращаясь к тому, мне очень понравилось высказание. Чем сложнее закон, тем лучше нам юристам, тем хуже граждан, но в принципе это действительно наш хлеб. И вот законодатель как будто побоялся этого слова, единство судебной практики. Однако же говорить о том, что он именно побоялся сложно. Почему? Потому что теперь у нас обзоры судебной практики даже могут быть включены как обоснование, мотивировочную часть решения суда. Значит, фраза «судебную практику» у нас не совсем боится, и мы начинаем приходить к тому, что можно обзорами судебной практики мотивировать судебное решение. Но что делать нельзя, и что происходит сейчас в этих 13,5 нормативных актах по изменениям гражданского процессуального, арбитражного процессуального и уже теперь кодекса административного судопроизводства, так это, как говорил Александр Семенович Бондар, на это я лучше не скажу, это то, что все эти законопроекты, ну не все, а многие из них, направлены исключительно на то, чтобы облегчить и в самом деле не слишком легкую жизнь приблизительно 30 тысяч действующих в России судей, но при этом об интересах более чем 146 миллионов граждан Российской Федерации, очевидно, никто подумать не хотел. Вот эту фразу я прочитала в журнале «Законы России» в 2018 году, и, наверное, лучше здесь не скажешь. Невозможно упрощение производства ни в виде кодификации, ни в виде принятия изменений в ГПК, если при этом мы уходим от тех обязательных гарантий, которые не случайно были предоставлены нашим субъектам производства для того, чтобы правосудие достигало своей цели. Ну, я могу поспорить со скатом, что все-таки защита права должна осуществляться, ведь законное и обоснованное решение – это, наверное, все-таки средства этой защиты. Для того, чтобы защита произошла, без него не будет защиты. Но есть же у нас и другие цели. Цели судопроизводства не только в том, чтобы защитить конкретные нарушенные или оспоренные права. У нас еще есть способствие укрепления законности и правопорядка, предупреждать правонарушения, формировать уважительное отношение к закону и суду, ну, и там еще теперь появилось новое – содействие примирению сторон. Да, мы все это должны выполнить. Но сейчас то, что уже есть у мировых судей, мы уходим от мотивировочной части судебного решения, если только нет про это просьбы и по другим основаниям она выносит, которые мы знаем. Пытались уйти вообще. Слава богу, что не ушли от мотивировочной части судебного решения. Вот я вообще не представляю, как можно достигнуть вот тех целей, которые я сейчас назвала, ну, например, укрепить законность, сформировать уважительное отношение к закону и суду, если в решении суда не будет мотивом, по которому суд принимает одни доводы и отвергает другие, не будет нормативным актом, которыми суд руководствовался при принятии решений, не будет казано то, почему он не принял те нормативные акты, на которые ссылались в сторону и не положил их в основу своего решения. Потому что эффективность правосудия, она ведь действительно складывается из достижений цели наиболее успешными методами. Кстати, мне нравилось слово «быстрое», как было в прежнем БГПК. Быстрое и правильно рассмотрение. Вот насколько возможно быстро, его надо рассмотреть. Пусть мы действительно расторгнем брак за месяц. А зачем людей держать в браке несколько лет, если они того не желают? При всей инстанции пройдём закон. Вот, а зачем проходить инстанции много лет, и это выгодно только юристам, больше никому, ни гражданам, ни государству, чьим именем выносится судебное решение. И вот наша задача всё-таки будет, всё-таки мне нравится больше современная кодификация, что если будет действительно единый кодекс, мы обеспечим единство и судебной практики, и единство толкования, единство применения как в соответствии формы и содержания, ведь гражданский кодекс, он един для всех. Разница по субъектам есть, но опять-таки, соединение стадийности, единообразие в защите прав субъектов не означает, что невозможна особенная часть, где будут, как у нас сейчас особое производство, отдельные моменты, связанные с различными субъектами процесса, в том числе, как у нас особенности рассматриваются с участием иностранцев, с участием иностранного государства. Здесь вижу только положительные черты. Спасибо Дамир Хамедовичу, что он нам напомнил про кодификацию. Ну и сейчас, конечно, опасность некая вижу в том, чтобы не забылась та эйфория, с которой мы всё это начинали, чтобы мы продолжили эту работу, чтобы не получилось, как, в общем, сейчас получается с медиацией, когда количество, мне кажется, диссертаций, количество страниц диссертаций по медиации больше, чем страниц тех соглашений, которые заключаются по медиации, а статей о ней больше, чем реальных медиативных дел. Вот дай Бог, чтобы это не получилось. Две минуты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, да, Оксана Владимировна, спасибо. Вы подняли, да, важные проблемы кодификации. Но я, наверное, не открою тайны. На самом деле, проект его был готов еще в 16-м году, Единого кодекса, да. Мы работу тогда завершили. Но субъектов же законодательных, не то чтобы... Это не субъекты, а субъектов реального правотворчества в России немного, и здесь нужен всегда интересант. Но вот что касается единства, наступит ли от этого светлое будущее, я не уверен. Когда российские студенты будут, как французские, изучать судебную практику за последние 100 лет, я очень сомневаюсь при той нестабильности законодательства, которая существует у нас. У нас, дай Бог, там, я не знаю, за сколько надо знать. Вот здесь есть действующие судьи. Да откуда 20 лет? Уже практика нулевых годов, после обновления ГК, какое она может... Ну, там есть что-то, конечно, да, но... Практика 90-х годов – это вообще уже предмет кафедры не гражданского права и процесса, а кафедры истории права. Поэтому... Бренислав, начало... Право не трогает. Да, нет, нет. Поэтому... Я выражаю робкую надежду, чтобы хотя бы нынешнее поколение студентов, может быть, изучали бы практику 2000... Там, могли бы использовать практику 2020 года через 20 лет. Не знаю, я не уверен в этом совершенно. Потому что при той законодательной активности, какая имеет место... А всякий кодекс новый, он же просто обрушивает прежнюю систему права. То есть это надо создавать новую практику. Поэтому... Ну, нет, ну, я свою точку... Просто мой подход. Вполне, может быть, вы будете правы. Так что наступит светлое будущее после этого. Пожалуйста, продолжаем, коллеги. Слово предоставляется нашему коллеге из Тольятти, Дмитрию Анатольевичу Липинскому, доктор юридических наук, профессор, Государственного университета Тольятти. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность и благодарность организаторам конференции, лично Дамиру Хамитовичу за приглашение и за возможность выступить на конференции. Я, наверное, здесь единственный представитель специальности 12.001. Я не профессионалист, но смотря на эту конференцию, я все-таки понимаю, что нам, теоретикам, иногда полезно ездить по подобного рода конференциям. Но, тем не менее, свое выступление, свой доклад я не начну, как начал на одной из конференций, то ли в шутку, то ли всерьез, один из председателей Конституционного суда одной из республик. Словами он начал, я, говорит, к судебной системе не имею никакого отношения. Наверное, я пошутил. Я не хочу говорить, что я к процессу не имею никакого абсолютно отношения. Определенное отношение к процессу, к вопросам ответственности, которым я занимаюсь уже более 20 лет, я все-таки имею отношение. И чуть-чуть подкорректирую свою тематику доклада, потому что дело в том, что в одном из грантов РФФИ я являюсь руководителем, а в другом гранте с названием «Ергидическая ответственность в механизме обеспечения национальной безопасности» я являюсь исполнителем. Ну, я постараюсь уложиться в отведенный нами, в отведенный организаторами регламент. А если сократить это, то более бурные аплодисменты, я обещаю вам точно. Потому что у нас уже цейтнот, коллеги. Я уложу. Нас кораблик ждет. Прежде всего хочу обратить внимание на сам аспект межотраслевого исследования процессуальной ответственности. Именно межотраслевого, и говорю я об этом институте, как о межотраслевом институте. В последние годы стало модно в рамках каждой отрасли права выявлять свой отраслевой институт. Но, тем не менее, если мы обратимся к элементарнейшему определению правового института, мы всегда увидим, что правовой институт представляет собой совокупность норм. В совокупность, а дальше добавлю еще и системность, но иногда бессистемность. Обращаемся к базовым процессуальным кодексам, к уголовному процессуальному кодексу, к гражданскому процессуальному кодексу. Что мы там видим? А какие там нормы процессуальной ответственности? Ну, стандартные судебные штрафы и выдворение из зала судебного заседания. Да можно ли это называть самостоятельным внутриотраслевым институтом гражданской процессуальной ответственности, уголовно-процессуальной ответственности, арбитражно-процессуальной ответственности? Там стали писать, что существует конституционно-процессуальная ответственность как институт конституционного права. Дело в том, что необходимо различать два понятия. Отраслевой институт ответственности и вид ответственности – это два несовместимых между собой понятия. Они пересекаются, но они не тождественны. Видов ответственности намного больше, а отраслевых институтов намного меньше. Также можно здесь говорить в данном случае только о функциональном межотраслевом институте юридической ответственности. Я не сторонник межотраслевых отраслей права. Их не существует. Хотя на обложке журнала пишется коллегой обратное. В первой части конференции прозвучало мнение, что нет комплексных отраслей права. Существуют комплексные межотраслевые институты, связанные между собой по функциональному критерию, по связям координации, связям субординации, отчасти и генетическим взаимосвязям. В этом аспекте можно, нужно и необходимо утверждать о межотраслевых образованиях, коим и является в данном случае межотраслевой институт процессуальной ответственности. Но здесь надо иметь в виду, что мы в данном случае, когда говорим о его межотраслевом характере, мы затрагиваем и нормы уголовного права, часть норм уголовного права, и часть норм административного, и часть дисциплинарного законодательства. Вот здесь опять же просвучало, у судьи нет обязанностей. Как это нет, смотря как толковать закон? Уголовный кодекс у нас никто не отменял, там вообще-то написано о неправосудном приговоре. А как по-иному это прозвучит? Ну, заведомо выносить, заведомо неправосудный приговор запрещено, или судья обязан выносить справедливый приговор. Вопрос толкования, где мы ищем обязанности, обязанности судьи. Подытоживая вот эту первую свою часть выступления, я хотел бы отметить и хотел бы сказать, что, наверное, все-таки я выступаю за некое разнообразие санкций в рамках процессуальной ответственности, именно тех санкций, которые закреплены в Гражданском процессуальном кодексе, и в Уголовном кодексе, что позволило бы, кстати, так скажем, дифференцировать ответственность и ее индивидуализировать. Принцип индивидуализации ответственности тоже никто не отменял. И далее по второму гранту, касающемуся юридической ответственности в механизме национальной безопасности, я акцентирую внимание только на одном из аспектов. Существует понятие у нас национальной безопасности, существует модная ныне тема правовая безопасность. И почему-то всегда начинают автоматически рассматривать правовую безопасность как вид национальной безопасности, полностью признавая всю в целом правовую безопасность видом национальной безопасности. Ну, поймите, в испордонном случае у нас понятие правовой безопасности, да и национальной безопасности тоже становится резиновым, потому что у нас вся, мы живем в правовом государстве, или, по крайней мере, государстве, которое стремится к этому, у нас вся национальная безопасность так или иначе опосредована при помощи различных правовых норм. Тогда возникает вопрос, а что считать-то как таковой национальной безопасностью? Если взять элементарнейшее определение национальной безопасности, ненаучное, которое у нас закреплено в стратегии национальной безопасности, утвержденной указом президентом до 2020 года, по идее, должна выйти новая, то там понятие безопасности, а понятие безопасности говорится как о состоянии защищенности, прав и свобод человека и гражданина, да, и так далее, дальше перечисляются объекты безопасности. Тогда, опять же, возникает вопрос, а что такое права и безопасность? Что тогда любое посягательство на любое субъективное право, там, человека будет или гражданина, мы еще будем считать посягательством национальной безопасности? Ту же самую клевету, да? А клеветал, посягнул национальную безопасность? Но у нас же ведь права и свобода там указаны, как объект национальной безопасности. Нет, думаю, здесь все-таки нужно подходить к этому вопросу вариативно и исходить из того, во-первых, из массовидности того или иного явления, когда то или иное явление негативное стало действительно угрожать национальной безопасности. У нас идет сейчас естественная и неестественная убыль жизни, соответственно, эти преступления, эти правонарушения относятся к национальной безопасности и к преступлениям против национальной безопасности. И даже отдельные деяния, да, в силу международных договоров, пусть они носят и единичный характер, это означено тоже посягательство национальной безопасности, соответственно, они составляют правовую безопасность. Так вот, в исследовании мы приходим к выводу о том, что права и безопасность только своей определенной частью входят в содержание национальной безопасности, а не полностью, а не полностью. В противном случае она станет резиновой и непонятно безразмерной. И вот также вопрос в порядке одной из проблем, в порядке подстановки проблемы мы отмечаем о существовании возможности, да, существования так называемой процессуальной безопасности, как разновидности национальной безопасности, но не в традиционном понимании, не в понимании, как вот обычно принято считать, что безопасность, да, такая процессуальная, стандартное определение, я без всяких научных вывихов, извините, говорю, что это состояние защищенности, да, участников процесса. Мы немножко по-другому предлагаем глядеть на эту схему. Если говорить о вариативности, то, наверное, состояние защищенности только по ряду определенных категорий дел, которые действительно, опять же, связаны с той же самой национальной безопасностью. В противном случае, опять же, данное понятие становится резиновым, резиновым, каучуковым. У меня все, спасибо за внимание. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич, спасибо за ваше интересное сообщение. Я просто позволю несколько комментариев. Ведь в науке процесса очень давно уже, это наши классики еще, по Надежде Александровичу Чечину и у гражданских процесса Полина Солмонна Элькинт, они еще в 70-х годах обосновали теорию, доктрину о том, что процессуальная ответственность носит самостоятельный характер, она не носит отраслевой характер, не привязанный ни к административному, ни к уголовному праву. Но мне кажется, большинство коллег мы исповедуем этот подход. Что касается средств, то, мне кажется, сейчас диапазон расширяется. Возьмите один институт, Астрант, введенный в наши судебные неустойки. Это стало очень мощное оружие воздействия на сторону, которая, по крайней мере, не исполняет решение. Что касается безопасности, да, правовой, но я бы рекомендовал, мне нравится французский подход. Они говорят, для секуретей жюридик, юридическая безопасность. У них такое всеобъемлющее понятие, которое включает безопасность для всех. Участников правоотношений. Ну и последнее, да, по ответственности, да, что надо усиливать ее. Но ведь здесь, коллеги, тоже надо исходить из... Давайте сделаем тогда, как в Англии. Там ответственность за нарушение дисклоужиоды, приказ о раскрытии информации. Там до двух лет тюрьмы есть прецеденты. Вот известный господин Сергей Викторович Пугачев, который довел до банкротства Межпромбанк, ему уже дали там два года тюрьмы, но у него был французский паспорт, он быстренько, значит, уже... Сейчас он, казалось, и гражданин Франции, но он получил реальные два года, то есть ему в Англию-то нельзя ездить. Вот, но... Да, но у него есть французский паспорт и поместье на Лазурном берегу. Было куда сбежать. Поэтому здесь вопрос, насколько мы хотим далеко пойти. Но опять же, там дают два года тюрьмы, потому что профессиональный процесс. То есть обмануть могут только профессионалы, не раскрыть всю информацию, понимаете? Вот, а у нас есть и к бабушке, там, два года тюрьмы, от того, что она забыла не все раскрыть. Вы же понимаете, пока не профессиональный процесс, об этом говорить бесполезно все. Спасибо. Продолжаем нашу дискуссию. Слово предоставляется нашему коллеге, Айдару Рустемовичу Султанову, известному очень человеку в мире процесса и гражданского, и кондиционного судопроизводства, и в других сферах, и одновременно большому практику, и ваша книга сегодня была презентована. Пожалуйста. Спасибо огромное. Очень приятно... Я повторю, спасибо огромное. Очень приятно выступить в столь представительной аудитории. И я позволю себе выступить на тему, которая, скажем так, ну, не совсем популярна, и находится несколько в серой зоне. Тема моего доклада — это арбитражное флеш-правосудие. Честно говоря, я не хотел бы начинать обсуждать, что такое флеш-правосудие, потому что, конечно же, это абсолютно неправовой термин. Это чисто публицистический термин, который характеризует, характеризует, когда судебное решение выносится очень быстро, с флешки, собственно говоря, то есть когда проект решения предоставлен какой-то из сторон. Наиболее распространено и наиболее шумно это было в уголовных делах, когда действительно читаешь приговоры, они на 99% совпадают с обвинительным заключением. Ну и надо сказать, что именно в уголовных делах, когда это было, появился пленум Верховного суда, где в пункте 8 пленума о судебном приговоре было отражено, что в принципе-то недопустимо переносить судебный акт все, что с обвинительного акта, без учета того, что было в ходе судебного заседания. Таким образом, собственно говоря, копипаст из обыкновения правоприменительной практики перевели все-таки в разряд грубого процессуального нарушения, в настоящий момент, это потихонечку практику меняет, и сейчас уже есть и дисциплинарные наказания, в том числе и увольнение за такое вынесение судебных актов. В то же время ссылаться на такую практику в арбитражных судах, ну, бесполезно. Дело в том, что еще в 2013 году у нас предоставление проекта судебных решений было легометизировано, когда принималась инструкция о делопроизводстве в арбитражных судах Российской Федерации. Надо сказать, как она принималась, это тоже было интересно, то есть шло очень бурное обсуждение, и Татьяна Константиновна Андреевна, первый заместитель процессуалистов, она выступила как раз категорически против, и один из выпускников Казанского университета, Евгений Андреев, также выступил против, который сказал, что нет, это невозможно, что если страна представила проект, другая страна что должна представить? Отзыв на проект, что ли? Была создана согласительная комиссия во главе с Татьяной Константиновной Андреевой, которая 25 числа доложила мнение согласительной комиссии, что принимать не надо. Тем не менее, было принято, в частности, один из аргументов, который прозвучал от Антона Иванова, что на самом деле, если мы это примем, мы уйдем от критики судей, когда они копируют какие-то части текста для судебных решений. Ну и докладчик тоже тогда сказал, что в принципе не будет скандалов с этими проектами. Если вы помните, в 2009 году был очень большой скандал, когда вместе с объявлением о судебном заседании был опубликован и проект, собственно говоря, постановления. То есть цель-то была вот такая. Хотя, конечно же, если мы посмотрим полномочия высшего арбитражного суда, у него в полномочиях не существовало вносить изменений и наделять какими-либо правами участников процесса. По большому счету, это создание нового процессуального положения, когда сторона может предоставить проект. В АПК, ГПК, нигде этого нет. Если вспомним, чем обосновывали те лица, которые говорили, что все-таки надо, они ссылались на уголовный процесс. В уголовном процессе действительно есть норма, в которой говорится, что до удаления совещательную комнату судья может взять от любого участника процесса формулировки по решениям по определенным вопросам. Ну да, действительно, так и есть. Но ведь надо учитывать, что по большому счету уголовный процесс – это устный процесс. И это единственная возможность, когда сторона может дать какой-то отзыв. А если мы посмотрим на арбитражный процессуальный кодекс, там четко написано, что сторона не то, что может предоставить отзыв, она обязана предоставить. И суд может обязать его предоставить. Поэтому говорить, что здесь в арбитражном процессе мы пошли ближе к уголовному, но это будет немножко неправдой. Но в результате мы получили то, что мы получили. Сейчас иногда открываешь, когда определение о назначении дел или апелляционные жалобы, видишь, что там судья сразу же предлагает представить проект. Ну, в принципе, я считаю, что, конечно же, если проект предоставлен достаточно качественно, судья его может использовать для изготовления судебного акта. В то же время, все-таки мотивировка, она должна делаться непосредственно самим судом. Но с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с такой ситуацией, когда, собственно говоря, теперь уже этим пунктом 9.2 инструкции оправдывают стопроцентный копипаст отзыва одной стороны без учета мнений другой стороны. Это удивительно, но, тем не менее, эти есть. Более того, мы обнаружили еще более выпиющую ситуацию, когда, собственно говоря, после того, как состояло судебное заседание, предоставляется ходатайство о приобщении к материалам дела и использовании проекта судебного решения. Хотя надо сказать, что, собственно говоря, мы считаем это правонарушением, но оно крайне латентное, потому что, когда мы начали изучать практику, мы нашли только одно постановление арбитража суда Московского округа, где было упоминание об этом. Чаще всего просто в мотивировке об этом умалчивается. Но вот как мой коллега в последнем номере Вестника как раз указал, что чаще всего эти моменты в мотивировочной части не указываются. Ну и в нашей практике мы столкнулись с такой ситуацией, что вот именно после оглашения уже результивной части, но до вынесения мотивировочной появляется вот такая вещь. Сторона подает через кат-арбитр. Ну, на мой взгляд, конечно же, поскольку все ходатайства подаются до окончания судебного заседания, до удаления в совещательную комнату, то подача такого ходатайства является в непродукциальном общении, которое напрямую запрещено. Вот. И если оно запрещено, то, конечно же, это является правонарушением. Есть еще и другой аспект, который, собственно говоря, не очень-то смог найти в нашей доктрине. Это что у нас происходит с тайной совещательной комнатой. Ведь, по сути дела, тайной совещательной комнаты это не просто тайна, о чем там посовещались, это же еще запрет на любое общение, которое может оказать давление на судью при вынесении судебного акта. Я полагаю, что вот этот промежуток между результивной частью и мотивировочной частью, безусловно, вот этот запрет должен сохранять свою силу. Поэтому, если появляется любое такое ходатайство, честно говоря, оно к суду, к судей вообще даже попадать не должно. Не то, что он его должен отразить, что оно поступило позже, как это сделал арбитражный суд в Московском округе, а на самом деле его нужно просто вернуть, поскольку это будет непроцессуальное общение. Вот, ну и кроме того, есть у нас кодекс судебной этики, который говорит, что любое общение, оно должно быть сделано для обеих сторон доступным. То есть, если одна страна получила, другая что-то должна сделать. Поэтому, я полагаю, что сам факт принятия такого ходатайства и использования его должен считаться безусловным основанием для отмены судебного акта. Но, с другой стороны, жизнь на месте не стоит, и все-таки практика предоставления проектов судебных решений, она существует и в других странах, не только у нас. Но она там все-таки немножко основана на другом. Во-первых, это профессиональный процесс, профессиональный процесс, в котором юрист одновременно во всех кодексах именуется как должностное лицо суда. И, собственно говоря, это лицо, которое не будет обманывать суд под риском потери допуска к профессии и возможности привлечения к уголовному праву. Ну и, опять же, если посмотреть правила гражданского процесса в Англии, там действительно предоставлено, суд может предоставить стороне изготовить решение. Для этого устанавливается срок, и после этого срока этот проект предоставляется другой стороне, то есть на самом деле соблюдается состязательность. соблюдение состязательности это способ самозащиты суда, чтобы суд не использовали. Дело в том, что ведь мы сейчас имеем что? Вот в Вестнике в 4-м номере прошлого года была публикация про злоупотребление права, ну и там есть у госпожи Бенецкой, и там есть упоминание одного нового вида злоупотребления, которого раньше не было. Это установление факта, не входящего в предмет доказывания. Особенно используя возможности подготовки проекта судебных актов, тогда как в действительности такой факт не был установлен судом и критически не оценивался. Ну, честно говоря, суд все-таки не должен позволять себя использовать для того, чтобы рождать приюдицию для других дел, когда они бездумно это переписывают. Ну и опять же, конечно же, появление таких важных процессуальных новшеств, на мой взгляд, должно все-таки делаться законодателем, где бы это делалось системно, в том числе предусматривая и взаимоотношения со сторон в связи с возможностью предоставить проект судебного акта с ответственностью. Ну и, конечно же, все-таки, на мой взгляд, когда судья сам пишет решение, ему всегда доверия будет больше, чем когда он просто скопирует судебный проект другой стороны. У меня все, уважаемые коллеги. Да, спасибо большое, Айдер Уштамович, вы подняли интересную тему, но это есть в практике, мне кажется, здесь нет проблем, как материалы дела, почему нельзя представлять, я знаю, но пока мне известно, я не могу делать большое обобщение, но это представляется как... между мотивировочной частью и реализативной частью. Ну, может быть, есть вот другой вариант, вот в Германии, там в конкретном процессе встречал, там судья предлагает представить всем сторонам заключительные письменные ремарки, и они обсуждают срок, дается примерно до месяца, то есть после окончания судебных слушаний, пожалуйста, вам дается такой-то срок, представляете, туда включаете все, что... Вот тоже как вариант, может быть. Ага, ладно. Так, спасибо большое. Слово предоставляется, у нас два выступающих коллеги осталось, поэтому немного терпения. Слово предоставляется Виктория Федоровна Борисова, нашей коллегии Саратовской государственной юридической академии, кандидату юридических наук, доценту. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги, теперь слышно. Хочу поблагодарить за честь выступить на сегодняшнем мероприятии и чувствую определенную удовлетворение и радость от того, что я это делаю в завершении мероприятия, поскольку моя тема будет затрагивать практически все сегодняшние доклады, которые прозвучали в той или иной степени, поскольку доказывание это центральная часть гражданского процессуального права и многое из того, что сегодня говорилось, некоторым образом также звучало в моем докладе. И очень важно сказать, что флагманом в изучении нашей проблемы цифровых технологий сейчас, к счастью, является вестник гражданского процесса. Готовлясь к сегодняшнему докладу и обнаружила, что очень много источников как раз использовано из этого журнала. И это очень позитивно, и пока сегодня мы слушали доклады, я уже новый вестник, новый номер изучила, и там обнаружила, к счастью для себя, еще два очень интересных материала по той же теме. Возможно, мы сегодня немножко утомили цифровыми технологиями, но, тем не менее, мы еще разочек к ним вернемся, поскольку у нас это тема гранта, то есть наш грант касается как раз модернизации правового регулирования процессуальных правоотношений в сфере цифровизации правосудия, и хотелось бы остановиться на нескольких моментах, касающихся судебного доказывания, модернизации судебного доказывания. Поскольку мое время ограничено, обращу внимание только на основные моменты. Итак, сегодня уже упоминалась европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта, и касательно процесса доказывания нас интересуют два первых принципа. Это принцип соблюдения основных прав, обеспечить разработку и применение инструментов и услуг, основанных на искусственном интеллекте, соответствующим основным правам. И второй принцип это принцип не дискриминации, а именно предупреждения развития и усиления дискриминации между отдельными лицами и группами лиц. На страницах юридической печати идут дебаты серьезные, активные, о том, существует электронное доказательство или не существует, либо это только та категория, которая подпадает под средства доказывания, предусмотренные законом в формате письменных доказательств. К вопросу о кодификации, об унификации процессуальных правил мы можем сказать, что перечень средств доказывания в арбитражном процессуальном кодексе открыт, а в гражданском процессуальном кодексе является исчерпывающим. В связи с этим ряд ученых настаивают на мнение о том, что электронные доказательства это собственно письменные доказательства, и сейчас судебная практика идет по этому пути, обращаясь к сторонам с просьбой распечатать имеющиеся электронные ресурсы, электронные записи на бумажном носителе. Следует сказать, что вот сегодня в предыдущих докладах немножко поспорили ученые на тему, стоит ли заверять эти доказательства, и какова роль нотариусов в подготовке этих доказательств для суда, и может ли компенсировать функцию заверения нотариального электронного доказательства судья, самостоятельно исследовав это доказательство непосредственно в зале судебного заседания. Да, это действительно проблема, и эта проблема как раз возникает из-за недостатка правового регулирования порядка исследования доказательств, которые являются по источникам своему электронными. Но если речь идет об электронных документах, то ситуация еще более-менее стабильна по исследованию доказательств. Сегодня нам рассказали очень интересные вещи и проблемы про использование технологий блокчейна, смарт-контракта. И как раз в вестнике гражданского процесса, вы можете посмотреть вот в последнем номере, который у нас в раздаточном материале, на странице 244 есть очень интересная фотография того, как выглядит смарт-контракт в виде кода. Это программная программа, то есть это цифровой код. Если он будет распечатан на бумаге, то судья его исследовать не сможет в силу отсутствия специальных знаний. Поэтому само по себе распечатывание этого материала нам не даст никаких доказательственных бонусов. В связи с этим возникает вопрос о том, стоит ли постоянно настаивать и длительное перспективное направление рассмотрения электронных доказательств в качестве средств доказывания настаивает на том, что их можно приравнивать к письменным еще длительное время. К сожалению или к счастью, прорыв весны 2020 года показал, что введение веб-конференции и распространение видеоконференц-связи поставило новые задачи по исследованию доказательств. Так, например, видеоконференц-связь предполагает дачу объяснений сторон третьих лиц, дачу объяснений свидетелей и так далее. То есть устный формат доказательств. Что касается исследований письменных доказательств, вещественных доказательств, то, к сожалению, у нас сейчас порядка исследования при видеоконференц-связи этих доказательств пока не существует. И суды стоят на той позиции, что вырабатывают лайфхаки в судебной практике для того, чтобы обеспечить этот порядок представления исследований доказательств. Поскольку, если суд находится на большом удалении, то представить подлинники документов, они бывают очень объемными, по количеству томов дела представляются затруднительным, чтобы отправить в другой регион, заведен нотариально. И в результате судьи вырабатывают свои практические подходы к этой ситуации. Например, суд, обеспечивающий видеоконференц-связь, принимает у стороны доказательства и по служебной своей почте отправляет в суд, рассматривающий дело, удостоверившись в подлинности документа, эти доказательства. Таким образом, суд, обеспечивающий видеоконференц-связь, берет на себя несвойственные ему функции по проверке достоверности доказательств. Это так называемый судебный лайфхак, то, что сейчас молодежь любит использовать термины. То есть, суды в недостатке законодательного регулирования и перенасыщении информационных ресурсов и технологий вынуждены вырабатывать для себя какие-то удобоваримые приемы рассмотрения дела. Возможно, это почва для того, чтобы подумать о том, как все-таки поставить вопрос о порядке исследований электронных доказательств в гражданском процессе. И здесь, конечно, мы не можем отходить от принципов, которые нам этическая хартия рекомендует. И в докладе, в финальном докладе, о котором сегодня Сергей Федорович уже упоминал, Европейской комиссии, говорится о том, что должны быть пределы вторжения в частную жизнь при использовании методов исследования доказательств цифровых. Об этом сегодня в контексте активности суда говорил и Андрей Владимирович Юдин, о том, что суд теперь должен существовать в каких-то пределах при исследовании электронных доказателей для того, чтобы не получить избыток информации, о котором не хочет говорить или не считает нужным говорить сторона. Поэтому Европейская комиссия в своем докладе поставила вопрос о том, чтобы потенциально не случилось нарушение статьи 8 Европейской конвенции защиты прав и свобод человека, то есть нарушение частной жизни. Речь идет об использовании электронных доказательств в виде компьютерных программ. То есть это коды, это ресурсы, которые сейчас активно стали использоваться в виде пространственно-временной информации. Это, например, различные системы ГЛОНАСС, это системы, используемые на РЖД, очень большие объемные ресурсы, которые невозможно распечатать. И если мы предоставим право судье исследовать этот ресурс в судебном заседании, то, естественно, встанет вопрос о том, что судья должен быть обеспечен технически программным обеспечением, соответствующим уровнем своих компьютерных знаний для того, чтобы ознакомиться с этим доказательством, помощью специалиста в необходимых случаях, и о том, насколько он будет уполномочен вторгаться и в хозяйственную деятельность субъектов спора, и в частную жизнь участников гражданского судопроизводства, чтобы не допустить нарушения статьи 8 Европейской Конвенции. И второй проблемный момент это обеспечение равных прав участников процесса с точки зрения наличия и возможности доступа к компьютерным технологиям. Дело в том, что для нас не секрет, что монополист РЖД в области перевозок имеет гораздо большие возможности технические и доступ к компьютеру и программному обеспечению, нежели работник, который пытается что-то доказать в судебном споре. Например, возьмем спор о причинении вреда здоровью, когда у монтера пути, естественно, отсутствует даже дома компьютер, для того, чтобы предоставить какие-то доказательства в электронном виде в суд. Поэтому, что касается принципов европейской этической хартии, то здесь ярко выражается принцип недискриминации. То есть, должен быть установлен баланс между ресурсами, доступом к ресурсам у одной страны и у другой страны. И возникает вопрос о том, как уравнять этот дисбаланс за счет того, чтобы более слабая сторона получала юридическую помощь. Сегодня мы о ней тоже говорили и слушали. Очень интересный доклад, чтобы более слабая сторона получала технико-юридическую помощь. И в завершении доклада, чтобы не утомлять длительными рассуждениями на эту тему, хочу сказать следующее. Дело в том, что, наверное, для нас всех юристов пришло время задуматься над тем, чтобы создать технико-юридические нормы. То есть, видимо, к этому мы постепенно приходим. Поскольку гражданские и процессуальные правоотношения в сфере электронных технологий, они уже не сводятся сугубо к обязанностям и правам субъектов гражданских процессуальных правоотношений в контексте именно процессуального права. Электронные технологии перестали быть только формой реализации этих прав. Они уже получают самостоятельную наполненность. И в сфере доказывания и последствий обращения в электронной форме в суд, и в сфере заключения мирового соглашения, и в многочисленных еще можно перечислять долго моментах, поэтому технико-юридические нормы, наверное, должны быть, но более общего характера, для того, чтобы они не сводились к регламентам и правилам представления доказательств в определенном виде, документов, правил поведения в судебном заседании с использованием информационных технологий. Но, тем не менее, существующая сейчас ситуация с тем, что огромное количество регламентов, приказов судебного департамента в постановлении Верховного Суда создают уже массив технико-юридической информации, опережая законодателя и закладывая несуществующие на уровне законодательства правовые институты. Но ярким примером такого случая является отклонение из кого-то заявление, отклонение электронного обращения в суд. То есть, на уровне регламентов оно существует, на уровне закона такого института не существует. Существует отказ, оставленное бездвижение и возвращение. В связи с этим, возможно, наступил момент обдумывания в рамках унификации процессуальных правил создания технического регламента постадийного рассмотрения дел с использованием информационных технологий и в арбитражных судах в общей юрисдикции и в рамках административного судопроизводства от стадии до стадии, поскольку сейчас эти аспекты освещены фрагментарно. Это отдельная видеоконференц-связь, это отдельное обращение в суд и так далее. Мы можем продолжать выдачу исполнительных листов и так далее. Поэтому, если нельзя завести эти правила в закон, иначе это будет уже не Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский технический кодекс, вероятно, то регламент должен существовать как дополнение к основному процессуальному законодательству. Что касается процессуального законодательства во всех сферах, то здесь трансформация должна идти по пути соблюдения основных принципов гражданского процессуального права, но с тем, чтобы все-таки основные технологии получили свое какое-то закрепление, свою фиксацию. Наверное, если кратко, то все. Хотелось бы, конечно, еще такая реплика очень интересная. Дело в том, что для доказывания сейчас в порядке обеспечения доказательств и заверения доказательств сейчас очень много может быть обращали внимание расплодилось всевозможных центров удостоверительных и есть замечательные программы на мобильные предложения и устройства для того, чтобы заверять доказательства в электронном виде. Одни из них могут быть охарактеризованы как положительные, поскольку и метаданные заверяются, и ставится дата, и принадлежность, и IP-адрес, и так далее. Другие могут быть охарактеризованы как мошенники от правосудия. То есть, пользуясь тем, что существует правовая лагуна, всевозможные удостоверительные центры, сейчас вводят гражданное заблуждение, давая в интернете рекламу, что они заверят любое доказательство, и оно будет иметь статус судебной экспертизы, и суд гарантированно доказательства примет. Возможно, перераспределением времени ответственности в пользу исследований доказательств электронных судами мы избежим дополнительной нагрузки на наивных граждан в получении таких услуг. У меня все. Спасибо большое. И, коллеги, слово предоставляется моей коллеге по кафедре и известному специалисту в сфере гражданского процесса и особенно примирительных процедур медиации доктору юридических наук профессору Светлане Константиновне Загайновой. Светлана Константиновна директор первого, я считаю, самого успешного центра медиации в нашей стране это центр при нашем университете уже функционирует порядка не знаю сколько 12 лет выпущено 5 или 6 книг уже целая серия подготовлена масса учеников огромная практика реальной медиации пожалуйста нет, но я хочу сказать добрые слова чтобы все знали уважаемые коллеги я понимаю что у нас сегодня мы стали свидетелями прекрасного симпозиума и здесь надо поставить очень хорошую точку поэтому я очень-очень кратко тезисно немного расскажу с чем мы сегодня сталкиваемся в сфере развития медиации примирительных процедур как сказал Владимир Владимирович действительно наш университет стал первым именно юридическим вузом кто стал обратил внимание на исследование проблем внедрения медиации в разные направления юридических практик и все мы прекрасно помним 2010 год когда был принят закон о медиации мы обсуждали эту проблематику и в рамках нашего научного процессуального сообщества еще задолго до принятия закона и я помню когда мы говорили что в России медиация не работает только потому что у нас вообще она на законодательном уровне не закреплена но с 1 января 2011 года закон вступил в действие и наверное все думали что январь месяц и сразу же выстроятся очереди к медиаторам граждане начнут использовать этот институт но на сегодняшний у нас 2020 год очередей нет и наше профессиональное юридическое сообщество наверное поделилось на два таких лагеря это как в той ситуации стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст так вот наверное большая часть сегодня говорит медиация это мертворожденный институт у нас он в России никогда не будет работать стакан наполовину пуст но поскольку мы не просто говорим а что-то делаем в этой сфере то я бы сказала очень сложно развиваются те институты которые зарождаются практически с нуля и я все-таки бы говорила о том что медиация у нас начинает работать и здесь не следует ждать каких-то сиюминутных результатов вот все говорят медиация очень активно работает в Америке да но сколько лет они для этого потратили у них через 30 лет начинались конференции по медиации а люди приходили с ковриками для медитации и они говорили что у них это все работает у нас с вами прошло всего буквально одно только десятилетие но наш опыт и наша работа показывает что многие регионы России сегодня по включенности медиации в нашу юридическую практику опережают многие европейские страны мы работаем с коллегами из Италии из Германии из Финляндии и мне говорят что то что у вас есть в некоторых регионах этого мы достигли только через 20-30 лет поэтому да темпы у нас разные но как опять-таки же в нашей известной пословице под лежачий камень вода не течет и многие юристы говорят вот юридические компании у нас есть юрист обученный медиации но почему-то к нам никто не обращается коллеги да никто и не будет здесь нужна очень большая работа всего так скажем профессионального юридического сообщества нужна включенность всех юристов в развитие этого института сегодня нужно создавать условия для развития этого института я приведу пример по нашему региону говорить что не работает ну наверное это неправильно все мы помним последние изменения связанные с развитием примирительных процедур когда в основы законодательства нотариате было включено положение что нотариусы могут удостоверять медиативные соглашения которые заключены по спорам не находящимся в производстве суда данная норма вступала в действие с 25 октября 2019 года так вот у нас на 24 октября по городу Екатеринбургу было 10 медиативных соглашений которые ждали 25 октября для того чтобы они были удостоверены и здесь опять таки же конечно очень важно чтобы мы как профессиональные юристы понимали что нам сегодня нужно работать не просто в условиях когда есть правовой спор и мы работаем только в суде но и использовать все способы которые предоставляются нам сегодня для разрешения правового спора на мой взгляд сегодня одна из проблем которые требуют в настоящее время решения это во первых отношение самого профессионального юридического сообщества к примирительным процедурам и медиации конечно поскольку это новый институт для нашей профессии свойственен некий консерватизм мы все смотрим а как оно выживет не выживет но если выживет может быть ну и действительно это была бы хорошая идея но на мой взгляд профессия юриста профессия ближайших пяти десяти и последующих лет без включения медиации это не профессия юриста и для этого я бы выделила три основных компонента на которых я остановлюсь во первых Россия сегодня это часть мирового пространства и если мы посмотрим как складываются тенденции в юридических практиках то в европейских странах успешность юриста определяется не количеством выигранных дел в судах а количеством дел не доведенных до суда если сегодня зарубежная компания придет устраиваться юрист и скажет что я выиграл 10 там 100 дел у меня успешный рейтинг он скажет извините вы нам не по карману потому что судиться в Европе это очень дорогое удовольствие для них важны юристы которые умеют не доводить дело до суда хотим мы этого или не хотим но эта практика она придет к нам потому что еще раз говорю границы открыты и мы часть мирового сообщества во вторых для этого способствуют и потребности нашего бизнеса наших российских компаний для них не важно получить судебное решение как документ для них важно решить проблему фактически а для этого как раз медиация примирительные процедуры это их сильная сторона они помогают найти оптимальное конкретное для участников индивидуальных участников решение проблемы ну и в третьих это сейчас часть государственной судебной политики мы видим насколько идет ежегодный прирост числа рассматриваемых дел и это объясняется объективными факторами усложнение юридического оборота оно неминуемо приведет к дальнейшему росту судебной нагрузки и здесь у нас только два с вами пути либо экстенсивный путь это наращивать судебный корпус а это известно мы понимаем большие затраты бюджета либо диверсификация оптимизация самих судебных процедур то есть нужно перераспределять потоки так чтобы споры не доходили до суда и в этом плане сегодня предприняты достаточно хорошие пути для того чтобы и вводить обязательно урегулирование спора по административным по налоговым спорам и так далее на мой взгляд вот эта политика она должна сегодня проводиться должны вноситься законодательные изменения так чтобы и в том же дела с участием органов государственной власти они не доводились до суда а были вот такие досудебные урегулирования этих споров и в заключение хочу сказать что наверное нам и наших студентов и сегодня для практикующих юристов нужно просто повернуться к лицам к этим новым способам разрешения урегулирования спора не ждать что кто-то на блюдечке с голубой каемочкой принесет готовые варианты решения а самим стараться что-то делать в этом направлении и тогда когда будет спрос и будет разработана практика я думаю что у россии есть будущее в плане развития примирительных процедур еще раз говорю практика отдельных регионов с которыми мы на протяжении вот этих десятилетий работаем она очень хорошо иллюстрирует ну вот с качества примера тоже могу на сайте липецкого областного суда они публикуют статистику по делам которые они передают на урегулирование в медиацию очень хорошие показатели больше тысячи дел статистика официальная они и по квартальной и по годам публикуют так что можно ознакомиться поэтому коллеги в завершении хочу сказать что я вижу что современные российские юристы в будущем они должны быть успешными не только в плане представительства в судах но и в первую очередь в плане урегулирования спора во внесудебных примирительных процедурах спасибо большое вы совершенно право Светлана Константиновна за медиацией большое будущее и много зависит от нас от наших усилий с тем чтобы она внедрялась ну помимо целого комплекса самых разных объективных и субъективных факторов а теперь уважаемые коллеги передаю слово нашему председателю уважаемые коллеги просто в порядке подведения может быть предварительного подведения итогов в завершении я во первых хотел бы сказать всем огромное спасибо за участие сегодня мы выслушали 15 докладов несколько презентаций один специальный доклад Лидии Юрьевны Михеевой вот хотя количество участников было около 100 человек уважаемые коллеги во вторых я хотел бы большое спасибо сказать Владимиру Владимировичу Еркову за модерацию научной части нашего мероприятия вот на самом деле очень было полезно и важно услышать мнение вас Владимир Владимирович практически по каждой теме доклада мы я понял что вообще надо просто почаще видимо ездить куда-то там Германия Франция даже Швейцария сегодня была вспомнита только не вами Дмитрием Борисовичем Бушенко поэтому в общем-то Владимир Владимирович спасибо вам большое за научную модерацию нашего мероприятия одно это уже было супер рассчитаем я хочу сказать большое спасибо всем тем коллегам которые выступили и по теме нашего мероприятия он нисколько не был провокационным на самом деле а лишь объединяющим всех нас за этим кругом столом но в то же время некоторые коллеги больше акцент сделали на вопросы действительно кодификации я признателен Дмитрия Борисовича Бушенко то что он вернул нас вон на тематике так скажем да и всем тем коллегам которые собственно говоря раскрыли те или иные аспекты кодификации гражданского процессуального законодательства Редактор субтитров Корректор А.Кулакова